МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бонжур, I don't want to see your acting. Бонжур. Часть семьи в Украине, это часть семьи воюет за ВСУ сейчас. Он повел себя как фантастическая тварь. И оконченный, невменяемый актер. Как снимаются сцены с палочкой? Как дюжев, я звучу. Жизнь свою. Хоррэ, возвращайся домой уже. Саша, ты все время говорил, что «Гарри Поттер» — важнейшая книга в твоей жизни. Кажется, в каждом интервью ты рассказывал про то, как она на тебя повлияла, как ты свой родной город Севастополь сравнивал с домом Дурсли, из которого хотелось бежать. Ты заговорил? Много раз, много раз. И выбирая место, где бы записать с тобой выпуск, мы остановились на Порту. Потому что ты теперь не только человек, для которого «Гарри Поттер» — очень важная книга, ты человек, который как актер снялся во вселенной Гарри Поттера. А Порту — это важнейший город для этой книги, потому что здесь какое-то время жила и работала Джоан Роулинг, и начинала создавать «Гарри Поттера» — она именно здесь. Поэтому мы с тобой погуляем по разным местам в этом городе и поговорим про тебя, про эту роль, ну и про то, как ты живешь в последнее время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты уехал? Я уехал изначально где-то в начале марта. Потом я вернулся, потому что мне надо было доделать начатые фильмы «За нас с вами» и «Красолова». И потом сразу, как только я закончил, я уехал опять, потом вернулся, потому что там потерял документы кое-какие, мне нужно было восстановить их, и мог это сделать только в Москве. И случилась мобилизация, и 21-го числа вечером я и уехал. Как ты уезжал? Мы знаем, как уезжал Никита Кукушкин. Он рассказывал это в интервью Катерины Гордеевой. Кстати, можно посмотреть отличное интервью. Там невероятное путешествие через 9, кажется, стран. Вот мы с ним все время были. Потому что первое, что произошло, я посмотрел это интервью Путина, и такой, ну я пошел в банк, потому что у меня ничего не было готово. То есть я максимально человек как бы не… — Заявление про мобилизацию. — Да-да-да. Я максимально не готовился ни к чему, хотя понимал, что… понимал абсолютно, что так когда-то будет, но я достаточно как бы нерасчетливый, чтобы типа подготовить. Тут деньги лежат, тут какая-то сумочка. Я пошел в банк, нигде ничего нет, начал все там менять, ходить что-то, билеты искать. И звонит Кукушкин, говорит, через полчаса выезжаем. Типа одно место в машине. Я говорю, братан, я не успею. И вообще, мне надо хоть что-то собрать. Он говорит, ну так, думай, короче, полчаса. Если что, в этой истории пока все очень правдоподобно, потому что Никита Кукушкин звонит вот ровно с такими интонациями по любым поводам. Да, он может пропасть, он может не отвечать вообще тебе, потом звонит, говорит, ну что, ты готов? Мотоцикл стоит сзади, на заднем дворе. Ты готов? Да? Какой мотоцикл? Мой. А ты где? Я на мотоцикле. Приходи. Я говорю, что происходит? Подожди. Он говорит, все, поздно. Все, поздно, я уехал. И мы с ним были на связи. Я очень переживал, потому что я полетел, я нашел билеты, и я через Армению полетел в Грузию. Так как я имею украинское гражданство также, я думал, что у меня будут огромные проблемы на выезде. Я не понимал, как устроена система военкоматов, и до сих пор не понимаю и повесток, и так далее. Я просто предполагал худшее, тем более я уже говорил какие-то вещи против войны, и я был уверен, что у них все это есть. Я приехал… А, я подделал документ, что я снимаюсь в фильме Усарика Андреасяна в Армении. Я подумал, ну надо какого-то лейбильного, или как называется, режиссера. Усарика Андреасяна в фильме «Манюня 2» и «Манюня 3» одновременно. Сделали документ. Вот я играю какого-то Алексея, Ивана, главную роль в фильме «Манюня 3», конкретные съемочные дни, там, 27-го, что-то там, 29-го. Сначала мне поставили 27-е, 28-е. Я говорю, неправдоподобно, давай реально вот как там, 27-е, потом два дня примерки, потом у меня еще там грим, потом репетиция, потом 30-го типа съемка, потом возвращаюсь в Москву, потом я возвращаюсь опять на съемку, потом еще пару дней, а потом у меня спектакль в Москве, в театре «Советская армия». Допустим, я фантазирую. И вот это вот все я подготовил, бумажку с какой-то печатью левой, реально, что я с ним… Ну, мы нашли реальный фильм на кинопоиске. «Манюня 2» и «3», он реально снимается. Сарик — то ли режиссер, то ли продюсер, я не знаю, но ты его кинокомпания. Я с этой бумажкой пришел на 4000 человек в очереди, отстоял три часа, я притом стоял, понимал, что сейчас… Я думал, что все закроется очень быстро. Пришел с этой бумажкой, она говорит, куда? Я говорю, да, на съемки, типа, вообще там у Сарика, на секундочку, в Армении. Она такая… Так, алло, типа, па-па-па-па-па-пам. Я такой, пиздец. Все, приходят какие-то люди из военкомата, меня уводят, там еще стоит человек, не из военкомата, пограничники. Пограничники, ну, они, видимо, выполняли функции военкомата, я не знаю. Но форма у них была как бы не такая, как у этой женщины, которая сидела в будке. Меня отвели, очень страшно, то есть я стою просто, у меня трясутся руки, потому что все, Гер... Мы еще не понимали, как все это разыграется, я думал, что все, это именно тот момент. И ждал я 40 минут или 45 минут, потом выходит чувак, говорит, ты не можешь выехать, у тебя типа повестка. Я до сих пор не знаю, реальная это повестка или это было куда-то приглашение прояснить мою ситуацию с военкоматом, либо это вообще был блеф, я не знаю. Вот. Какие-то чуваки, казахи стояли такие, ну, все, типа, пиздец тебе. Я ему такой, да, им нет. Я вообще, типа, у меня белый билет. Он такой, да, типа, по какому поводу? Я говорю, у меня зрение минус семь. Просто у меня плохое зрение, но не минус семь. Я ему просто вру, все, вру. У меня трясут, притом я стараюсь просто не показывать, что у меня трясутся конечности. Он говорит, так, значит, цель поездки. Я говорю, я снимаюсь в кино у старика Андрея Асяна. Так-то, так-то, примерка, не примерка, спектакль. И начинаю, у меня есть эта способность придумывать хуйню на ходу и ее рассказывать очень, ну вот как сейчас, ее рассказывать очень детально. То есть я не знаю, как, наверное, театральный институт и все остальное. Но прямо детально, не просто, типа, да, у Сарика снимаюсь, а начинаю расписывать, как Сарик со мной репетирует, там, и так далее, что я вижу в этой роли. И начинаю грузить его таким количеством эмоциональной информации, что он не может не поверить в это. И он говорит что-то там, ну ты не можешь, у тебя там повесить. Я говорю, да у меня белый билет. Он говорит, бумагу покажи, типа, билет этот покажи. А я даже не знаю, как выглядит этот белый билет. И я понимаю, что он как бы сейчас ждет билета белого от меня. И я понимаю, ну все, это момент всей моей актерской жизни. Я начинаю засовывать руки в сумку на поясе. И начинаю доставать оттуда ту же самую бумажку про Сарика, которую уже ему только что показывал. Ту же самую. Просто делаю это вот так. Блядь, ты заебал. Покажи, покажи. Я начинаю просто вытаскивать, просто очень уверенно. И он такой, блядь, ладно. И он просто уходит. Он подумал, что я реально достаю этот билет. И он такой, все, не хочу на тебя тратить время своими белыми билетами, лохи. Давай, вали, типа. Все, он меня отпустил. Он притом отвел меня, а потом сказал «актер». Вот так. Этой женщине, которая сидела в окне. Люди послушают эту историю. Есть люди, которые послушают эту историю и скажут, «Вот ты уехал из России, и ты недоволен тем, что происходит в России, в том числе потому, что руководство этой страны врет, подделывает, ворует. А уезжая из России, ты сам подделал документы». Конечно. Я абсолютно приветствую вещи такие, когда это касается неучастия в войне. Любой ценой. Абсолютно. Это такая хуйня по сравнению с тем, что может быть, если ты это не сделаешь. Если что, я транслировал не свою точку зрения. Даже Мария Певчих, уж куда радикальнее наша героиня, она признавала, что если для того, чтобы не оказаться на войне, нужно нарушить закон, то его надо нарушать. Сто процентов. Просто сто процентов. Не ходите в военкоманды. Ни в коем случае. Все это лирик. Главное, мне интересно, чувство Сарика, которому я не имею никакого, никаких чувств. Мне интересно, что он подумает, когда узнает эту историю, что вот он спас человека, который вряд ли ему нравится. Море. Горы. И такие горы. Архитектура. Культура. Ну и чего скрывает климат? Все это Барселона и Каталония. Одно из самых красивых и демократичных мест мира. Здесь интересно жить, работать и учиться. А оказаться здесь можно, если стать студентом языковой школы Фрида. Поступление в школу позволяет получить студенческую визу. По ней можно жить в Испании и свободно путешествовать по Европе. Если у вас есть туристический шенген любой страны с запасом от 30 дней, то подать документы на поступление можно прямо здесь, в Барселоне. А во Фрида помогут со всеми юридическими вопросами. И для продления такой визы не нужно выезжать из Испании. Уровень подготовки никак не влияет на поступление. Даже если вы никогда не занимались испанским, во Фрида его можно выучить с нуля. А если у вас уже есть база, то здесь ее можно быстро подтянуть и расширить. Программа построена на простых и эффективных принципах. Все уроки только на испанском. Все преподаватели — носители языка. Занятия проходят в небольших группах. Никакого заучивания и зубрежки. Стандартный формат уроков дополняет разнообразные активности. Игры, воркшопы, экскурсии, вечеринки. Узнать все детали, как переехать в Барселону и выучить язык, на котором говорят сотни миллионов человек по всему миру, можно по ссылке в описании к этому видео. Там же можно ввести промокод «ВДУДЬ» и получить скидку 5% на обучение во Фрида. Ты сказал прекрасную фразу, что я умею придумывать хуйню на ходу, при этом максимально детально. Давай во время этого интервью ты этот скилл не будешь активировать. Только правду, если можно. Обещаю. Многие режиссеры, продюсеры и даже целые стриминговые площадки говорят, что с Кузнецовым очень тяжело работать. А кто-то, я так понимаю, отказывается это делать в ближайшем будущем и не по политическим причинам. Почему? Ну, потому что со мной иногда сложно работать. Это правда. То, что я слышал. Говорят, что Кузнецов постоянно качает права и вмешивается в работу. Да. Такое бывает. Такое бывает. Важно понимать контекст. Я могу тебе... Расскажи его. Мы можем потратить четыре часа и расскажу там каждый конкретный случай. Но в целом, коротко выводя формулу из этого, салат из авокадо я не требовал никогда, как я тебе упоминал раньше. Никогда. Я не требовал ничего, что можно... Ну, ты сразу думаешь, ну, актер, наверное, требует каких-то там штук пафосных. Это все с этим не связано. Никто меня в этом обвинить не может. Вообще никак. Никогда. Это все всегда связано с творчеством, по крайней мере, с тем, как я смотрю на процесс съемок, как я вижу сам этот фильм и так далее. Если у меня складывается полное доверие с режиссером, как это бывает, и не то чтобы редко, там через один происходит, то может так произойти, что я вообще вопросы ни одного не задам, и вот просто 10 месяцев буду сниматься. Если у меня возникает сомнение в том, что вот что-то правильно, и это сомнение растет и становится реально сильным, потому что я верю своей интуиции больше, чем любому режиссеру мира. И я, наверное, не хотел бы это менять. Если моя интуиция подсказывает, что вот это сейчас реально плохо, это повредит кино, повредит роли, повредит истории, я буду вне зависимости от своего статуса, вне зависимости от статуса и ситуации на площадке, я буду стараться на это как-то повлиять. Ну ты, например, будешь перечить режиссера? Ну как, диалог с режиссером — это же не сразу перечить. Это немножко такой советский подход, что если вот актер сказал что-то, значит он перечит. Почему? Во-первых, в любой проект, в который я вхожу, я вхожу только если у нас есть диалог с режиссером. Например, вот с Лешей Мезгиревым в Красоловье у нас диалог был всегда. И даже если мы в чем-то были не согласны, я действительно мог где-то довериться ему. Вот такое случается. Даже потому что он успокаивал даже мою интуицию. Понимаешь, который вот говорил, что что-то не так, он подходил, я просто энергетически верил ему. Все. Но если так не случается, если я все равно переживаю чувство «это неправильно», то, конечно, не может так случиться, что я скажу, ладно, как бы моя репутация и вот что я типа зайчик, это важнее, чем вот эта сцена. Да, мы рискуем тем, что она не получится, зато я буду зайчик. Это мне не нужно. Давай приведем какой-то пример. Ну, сердце парма, ладно, давай возьмем. Я очень люблю Антона Мегердичева, очень люблю Сергея Астахова, оператора и режиссера Мегердичева. Но была ситуация, когда мы снимали, например, битву, а битва – это очень всегда сложно, очень. И мы снимали битву в башне, одной из финальных. Мы с Сергеем Пускепальцем, покойным, царствием ему небесное. Это была абсолютно неотрепетированная драка, потому что мы реально горели, не успевали, там локации, декорации, и все неслось. И у нас была буквально одна репетиция, трех- или четырехчасовая, на вот это вот все. Ты, наверное, не успел посмотреть, но там вот эта финальная драка – это мы вдвоем против типа 30 человек. И мы хотели создать ощущение, что действительно это не как там, все ждут, пока ты дерешься с одним, а все одновременно нападают. Это очень сложная хореография, которую на самом деле нужно репетировать несколько месяцев. Например, «Скиф» мы с Рустамом и Савиром репетировали четыре месяца. Две моих драки. Четыре месяца. И чувак был со мной в спортзале, режиссер. И оператор был со мной в спортзале с камерой. И мы это делали, так оно должно быть на самом деле. Ну, не режиссер, хотя бы кто-то должен быть с тобой и репетировать это четыре месяца. И вот у нас было несколько часов, мы начинаем все это снимать, там очень сложно, все не так, очень тесно, ничего не успеваем. И вот у нас переработка там час или два происходит, или полтора часа. И приходят продюсеры и говорят, ну, все, вы не успели, значит, короче. Ну, вот, значит, на этом и закончится. Мы говорим, подождите, мы же сняли половину только. Там как бы персонаж Сергея должен погибнуть в конце, персонаж Миши Ивланова должен погибнуть в этой сцене. Мы это не сняли физически вообще. И продюсеры, ну, не знаю, насколько они были серьезными, но они в сердцах говорили, значит, все, значит, этого не будет. Вот значит, вот так вот сцена и будет заканчиваться. Вы достали со своими переработками. Чего снимать так много кадров, вам сказали, общий план, крупный-крупный, все, типа не выеживайтесь. И я такой думаю, ну, ладно, я не должен в этом участвовать, потому что, как бы, ну, это очевидное просто какое-то безумие. Сейчас там Антон и Сергей, они как бы отвоюют. Но я смотрю, что они такие подавленные, реально они так заклевали в ту смену. И они просто уходят. Я такой, вы что, с ума сойти? И я начинаю, я настолько разозлился, я прям начал воевать просто. Ну, я сказал, что я действительно, вот как бы, не хочу дальше работать, если мы недоснимем эту сцену нормально. Или сейчас, или добавьте отдельный день. Но это просто безумие. Не по нашей вине мы недосняли. И там, как бы, вы хотите теперь сцену оставить так. Это невозможно. Это никак невозможно оставить так. То есть это не какое-то решение. другое художественное. Это просто невозможно. Вот. После чего, ну там мы воевали, воевали, ко мне приходили в гримерку, говорили, что это мой последний фильм, там, возможно, намекали и так далее. А я сидел в бороде, в гриме, в крови, с мячом, вот так вот. После типа репетиции, у меня еще дыхалка плохая, я как бы позанимаюсь, я прям так, тяжело отдышать, могу минут пять. А ведь заходит продюсер там, какой-то, неважно какой, вот говорит, ну вот что ты, ну вот как бы, ну вот не надо вот этого. Может быть, может и последний твой фильм, кто знает. Вот зачем портить отношения? Вот. Я считаю, нужно воевать в эти моменты. Чем закончилось? Мы все сняли, как я хотел. Ну не то, что как я хотел, как здравый смысл того требовал. Мы это сняли. Но, конечно же, потом все будут говорить, что я конченный, невменяемый актер. Такого очень много, к сожалению, наверное, не то, что в России, а вот в странах с нестабильной киноиндустрией. Да. Что твоя первая международная работа? «Мой легионер» это французский фильм. В котором ты в Канны приезжал. Как это случилось? Максимально прозаично изначально. Просто они где-то увидели какой-то мой фильм. Я думал, что какой-то большой. Оказалось, что они увидели короткометражку под названием «Место» Андрея Вальберга, которую мы сняли за три дня, за ноль денег, про гопников Чертанова, где реально смотреть его невозможно, потому что там очень много матов, и они зашуршали все, и ты буквально смотришь только одно шуршание. Примерно 75% фильма ты слышишь только шуршание, потому что его какие-то там платформы выпустили, и они все зашуршали. Это отличная, талантливая работа, но это точно не та работа, которая тебя репрезентирует, как актера, который вдруг посмотрит на Западе и скажет, почему бы не позвать «Звездные войны». Это максимально странно. И оказывается, что они увидели именно эту работу где-то, и позвонили моему агенту, предложили сделать пробы, и нужно было говорить на французском. Нужен был русскоговорящий или украиноговорящий, украинскоговорящий человек, актер, который еще говорит по-французски. Я не говорил, я сказал, что говорю, дальше долго притворялся и получил тюрьму. Как музыкант я как-то подготовил себя за два месяца до съемок, я научился читать, как-то произносить правильно звуки, и поэтому текст, который я учил, звучал всегда нормально, то есть с допустимым акцентом. Я прочитал в интернете, как это читается, потом заходил типа в гугл-переводчик, и она произносила типа, типа, ну вот этот робот в гугл-переводчике произносила что-то типа бонжух, бонжух, я такой бонжух, бонжух. А, вот ты просто аудио снимал, да? Ты снимал на слух? Абсолютно. Только на слух. Я до сих пор, я писать не могу на французском вообще, то есть там будет ошибок сто. А люди на площадке понимали, что ты вообще не понимаешь? А, вот первое время нет, как ни странно. Я реально долго притворялся, типа, что я такой загадочный чувак, который просто мало разговаривает, и я такой и это было достаточно, потому что там такой хаос, французы так много говорят, и так, то есть мне не надо говорить, потому что они говорят очень много. Мы снимали. Вот тут я не могу не вспомнить, что в процессе подготовки я когда разговаривал про скиллы актера Кузнецова, Ты в департамент какой-то звонил, где рассказывают про актеров? Примерно. И вот в этом департаменте мне сказали, что хороший актер определяется в том числе зонами молчания, и актер Кузнецов отлично молчит. То есть там тебе это пригодилось, когда ты изображал человека, который понимает французский язык. Да, да, и в самом фильме я старался минимизировать свои разговоры, потому что, честно говоря, не только потому, что я не говорю по-французски, просто мне кажется, что я в кадре лучше молчу, чем говорю на данный момент жизни. То есть это правда? В департаменте меня не соврали? Если в департаменте сформулировали, что я типа молчу, отлично молчишь, да. Это одно дело. Другое дело, что я лучше молчу, чем говорю. Я думаю, что я пока что лучше молчу, чем говорю. Когда я начинаю говорить, всплывает много вещей, которые я не умею в актерстве делать. Например? Я часто выезжал раньше на тех вещах, которые я хорошо умею. Это же не просто я видел часто, ты вообще спрашивал, что такое актерство. Актер – это человек, который учит текст профессиональный и так далее. Конечно, это все намного глубже. Это человек, который эмоционально, ментально присваивает ситуации, события. И нужно находить грань между тем, что ты это реально чувствуешь. Одновременно ты не сходишь с ума, как метод актера и так далее. И не превращаешься в чувака, который живет в пустыне и потом приходит на съемочную площадку. Вот этот тонкий момент, где ты умеешь переключиться и действительно трушно, абсолютно честно что-то сделать, а потом вернуться в реальную жизнь и быть нормальным человеком. И поэтому этому искусству учиться просто всю жизнь. Как это может сделать какой-нибудь тендент Тенни Хопкинс, я не могу. Мне еще нужно лет 10, чтобы этому учиться. Именно степени трушности. То есть буквально есть такая шкала, по которой ты смотришь и думаешь, ну как бы не хуйня, но вот чуть-чуть я вижу, что играет. Вот я, как бы у меня эта шкала не на 99%. Я там 60-70, понимаешь, иногда что-то 90 бывает. Но в целом я всегда вижу, что я играю в кино. А надо, чтобы не видел? Надо, чтобы вообще ты думал, что это документальная съемка. Мне так кажется. Это мой вкус. Я всегда вижу, что я играю на данный момент. А приведи, давай вот, если можем, про русское кино, если нет, давай про иностранное. Когда вот человек, какой-то недавний фильм или известный фильм, где человек, у которого выкручена не игра, на 99%, когда он как в документалке. Или на 100%. «Автор Сан». Вот сейчас номинирован Пол Мискаль на Оскар. Молодой актер, 27 лет. Который в «Нормал Пиплс». Вот этот молодой ирландский парень. Вот посмотри «Автор Сан». Его сняла вот эта девочка, которая играла с ним в «Нормал Пиплс». Вот ты просто думаешь, что это реально такой человек. И все. Высший пилотаж – это когда чувак играет так, что ты думаешь, что это взяли какого-то конкретного персонажа из Перми. И вот и ты не понимаешь, что это вообще актер. Это высший пилотаж, но одновременно он наименее всего ценится зрителям, потому что они думают, ну это же просто такой человек, что сложно. А это актер, который совершенно другой. Вдруг так играет, что ты реально даже не видишь в этом ценности, потому что думаешь, что это такой человек из Перми. Наверное, из русского это Дженни Сытый такой был. Ты знаешь, наверное, кто это. Вот он, «Царство ему небесное», он действительно такой человек был. Я вообще не понимал, что он что-то играет. Но есть еще такой при разнице, при огромной разнице в наших гражданских позициях Олег Васильков. Есть такой актер, вот тоже он, мне кажется, редчайшим даром обладает, что я думаю, что он документальный в кино. Где он играл? Да везде он. Прямо из тех актеров, которые играют везде, но ты почему-то его не знаешь до сих пор. Играет гениально, но ты его не знаешь. Такой вот феномен. Разница в гражданских позициях, он топит за войну. Да. У меня в Фейсбуке. А. Да, бывало. Я сейчас действительно ну вот Into the Wild, знаешь фильм такой? Когда чувак там ушел из университета и уехал на Аляске жить, съел не тех ягод и умер. Александр Супербродяга его звали. Посмотри, это гениальное кино Into the Wild. Александр Супербродяга? Да, он сам себе такое имя дал. Он везде писал, в поездах. Реально его звали Александр Супербродяга, правда. Не то чтобы я себя ассоциирую, но вот ощущение этого фильма и этой книги вот прямо иллюстрирует сейчас мою жизнь. Я не знаю, что будет, у меня нет никакого плана, но это не ощущается как типа «Господи, что ж теперь делать? Я там вот, у меня нет квартиры, нет машины». мне все интересное, у меня нет детей, у меня все хорошо с мамой, с папой и мне не на что жаловаться. Как бы деньги я найду, я заработаю, музыка, кино. Технически ты сейчас пришвартован в Великобритании. Да. Почему там? Как-то с детства я выстроил себе в голове образ, может быть, я сам его придумал, может быть, он нереален, что вот Великобритания, это мой дом. Я не знаю почему. Хорошо ты придумал. Ну вот да. Я не знаю почему. И когда я туда добрался, наконец, как-то оно все так и сложилось. А добрался я туда, в первый раз сюда, приехал как раз на съемки «Гарри Поттера». То есть я был там один день, потом два дня, но вот так, чтобы я там вообще провел какое-то время, я ровно приехал на съемки. Может быть, под влиянием как бы романтики этого момента, но у меня все в этом городе сложилось. Я абсолютно точно не ощущаю это своей родиной и вообще не знаю, есть ли у меня это чувство к какому-либо месту на земле, но в Великобритании и конкретно в Лондоне мне окей, мне максимально хорошо, я могу работать, могу... А что это за виза? Таунд виза. Глобал таунд виза. Ты ее до начала войны сделал или после? До. Три года назад. А. И без нее нельзя было сниматься в Тварях? Нет, в Тварях как раз таки потому, что я в них снялся, потом уже был... Я по обычной рабочей визе работал, потом это было основание, чтобы уже делать глобал талант. Типа, вот смотрите, я работаю, есть предложение и так далее. Насколько тебе тяжело скитаться? Не тяжело. Не тяжело. Я всю жизнь так делал сознательно, даже когда были деньги. Всегда я добрал мотоцикл, долго ехал, один месяц мог ехать по Азии и жил всегда в странных местах. То есть у меня к этому есть тяга, как, видимо, молочненько. Саша и... Саши друзья. Да. Вот. Поэтому для меня ничего технически нового не случилось. Просто сейчас количественно этого очень много, действительно. Где-то в Англии живешь? У тебя квартира или что? Снимаю просто. Просто снимаю в Кандентавне. Квартиру? Комнату. Комнату? Да, ну какую квартиру сейчас. Я не знаю, что сейчас будет. Поэтому... Сколько ты платишь за съем? 800 фунтов. А так, там просто еще кто-то живет. Да, да, в этой квартире. Хозяева или ты шеришь с кем-то? Нет, шерю. Я с хозяевами не могу. Мне нужно свое пространство с пацанами, по крайней мере. Рок-н-ролльная атмосфера. А что за пацаны? Да, просто инженер, чувак. А русскоязычный? Нет, нет, британец. Мы у университета Порту. Если я ничего не путаю, по легенде это то самое место, где Джоан Роулинг подсмотрела мантии для Гарри Поттера. Не только в этом университете. Здесь во всех университетах, больших, в высших учебных заведениях используются мантии, которые максимально похожи на те, которые носят в Гарри Поттере. Как фантастические твари случились в твоей жизни? Чисто технически, никаких чудес. Просто я был на одном фестивале, сабтайтл называется, в Килкене. Это город под Дублином в Ирландии. Я там встречался с какими-то кастинг-директорами, и я там встретился с Фионой Уир, это кастинг-директор всего Гарри Поттера и всех фантастических тварей. И я не знал, что я с ней встретился. Потому что я не знал, как она выглядит, и никто мне не сказал, что это Фиона Уир. Я был достаточно безграмотен, чтобы знать это заранее. Это очень хорошо, потому что, если бы я знал, что это кастинг-директор Гарри Поттера, я бы вел себя как идиот гарантированно от волнения. Соответственно, я с ним встретился, что-то там просто мы поговорили о жизни, я забыл про это все, и уже через некоторое время мне прислали пробы на Викингов, сериал такой, есть Викинги, который сейчас Вальгала называется на Нетфриксе. Вот тогда, да, это уже была Вальгала, первый сезон Вальгалы, и я такой, типа, боже, это Вальгала, это очень, я очень люблю этот сериал, это очень серьезно, я был в Перми на съемках Сердца Парма, я начал делать этот селфтейп, готовить его, и думаю, блин, все, этот настолько гигантский момент, и мне в этот же день утром прислали эти пробы, вечером звонит агент и говорит, так, Саша, надо поговорить. Я говорю, что такое? Говорит, вот значит, Фиона Уир хочет пробы, я такой, кто это? Ну, ну, кастинг-директор большой день, в этот же день меня просят сделать пробы в Гарри Поттера, и я думаю, ну, все, теперь мне надо максимально сосредоточиться, я делаю пробы в один день, и на викингов, и на Гарри Поттера, при том, у меня почти там слов не было, но я разыграл сцену, она была короткой, по сути, там было, типа, ну, два-три предложения, но я максимально придумал себе историю, какую-то там, чувака, будто я просто Энакин Скайуокер, у меня весь фильм про меня, и я разыграл там на пять минут, типа, герои разговаривают, а я их слушаю, там, у меня свой какой-то внутренний процесс происходит, то есть я не просто сказал фразу и такой, спасибо, выключил, а действительно проиграл так, будто бы на меня снимался этот крупный план. Вот, мы отослали все это, потом, никаких новостей, все про это все забыли, начинается ковид, меня утверждают в Вальгалу, при том, это 11 месяцев съемок в Ирландии, и это все, я как бы забываю про Гарри Поттера, что это все, я начинаю растить бороду, отращиваю бороду большую, идет время, я готовлюсь, что-то там тренируюсь, мы готовим, там, это Netflix, там, мне что-то говорят, какие-то задания по подготовке, готовлюсь лететь туда, и мне приходят еще одни пробы, это все, сейчас ты поймешь, все очень взаимосвязано, Гарри Поттер, все это развязывается в фантастические твари, мне приходят еще одни пробы, фильм, который сейчас выходит, где сыграл в итоге Никита Ефремов, Tetris, называется, Джона Берра, Алексея Пожитного, создателя Tetris, и мне присылают эти пробы с Терреном Меджертоном, значит, я записываю эти пробы, не вполне, ну, веря в то, что я могу играть, как бы, такого бородатого советского инженера с реально русским акцентом, таким красивым русским, советским акцентом в английском языке, я записываю эти пробы, и, видимо, потому что я максимально как-то не подходил по этой энергии, меня вдруг утверждают, утверждают на эту роль, и, как бы, агент хватается за голову, потому что на Западе не так просто развести несколько проектов, ты реально, ты прямо привязан к проекту, ты должен там быть, потому что там не по одному дню ты снимаешься, а неделями, тебя бронируют на недели, и ты не можешь никуда вообще, ни с каким проектом это совмещать, если только ты там не Том Круз. И мы долго там мучаемся, отказываемся от викингов, отказываемся от роли в Вальгале, готовимся к этому Тетрису, у меня там репетиция с... А, потом были пробы с Терреном Меджертоном, по Зуму, все меня окончательно утверждают, Алексей Пожитнов, я начинаю разговаривать с русским акцентом, там готовлюсь, проходит месяц-два, вот я уже должен лететь, и потом Тетрис звонят и говорят, у нас там по правам, надо что-то порешать, поэтому мы переносим съемки на полгода. Я помню, я сидел у себя в Ниссане своем, Максима, в общем, моя любимая машина первая, сижу, и я просто расплакался, потому что я понимаю, что вот переносы, это скорее всего означает, что что-то потом не сложится, потому что на полгода переносит, ну, может не произойти, может у тебя не быть потом времени. Я понимаю, что я потерял Вальгалу, я понимаю, что я потерял Тетрис. Вот, это был, конечно, просто ужасающий момент, я думаю, когда вообще такое бывало, что ты получал две огромных роли в культовых проектах, и ты их обе потерял. Я как-то переживаю этот процесс, еду через неделю или через две на какую-то фотосессию в поле, в Подмосковье, я там что-то в пальто хожу, мы фотографируемся, я с красным термосом своим был, чай пил, философский, как-то я очень себя чувствовал. Мне звонит агент, это был август, он говорит, Саша, короче, ты что сможешь говорить? Я говорю, да, да, что такое? И фотограф снимает этот момент, у меня есть фотографии, он говорит, ну, в общем, а прошло с момента проб в Гарри Поттера, уже прошло типа 9 или 10 месяцев, я вообще забыл про это. Говорят, в общем, фантастические твари запускаются, и тебя утвердили на роль Хельмута. Я такой, ты что, шутишь, что ли? Ты сейчас шутишь, потому что, ну, меня пытаешься как-то успокоить или что? Он говорит, нет, я серьезно говорю. Раз в жизни такое бывает, что фотограф этот момент снимала, и я реально, у меня есть фотографии, я стою, я улыбаюсь, как долбоеб, просто. Я не мог перестать улыбаться весь вечер, я улыбался часа 4, вот просто, я реально, у меня не проходила улыбка с лица от радости. Я лечу, прохожу карантин двухнедельный, я заболеваю ковидом, а, я типа себя очень берегу, чтобы не заболеть, чтобы не потерять роль, потому что, ну, как бы все, если я заболею, то тебя заменят за секунду. И я сажусь в самолет, прилетаю, и я вообще не выходил из дома, я просто мыл с мылом телефон, чтобы ты понимал, айфон, я испортил его полностью, я просто спрейл все, у меня все книжки просто вот такие, потому что я книжки спрейл спиртом, на всякий случай, потому что я не мог потерять роль фантастических тварей. Значит, я прилетаю, меня забирают в аэропорту, везут на Лизден Студиос, потому что должен сразу сдать тест, чтобы ты понимал, мы сдавали тест иногда по два раза в день во время съемок. Там прямо отдельный департамент, все сдают. Я приезжаю, я встречаю Эзру Миллера, встречаю Джуда Лоус на этом же тесте. Вот. Я такой думаю, боже мой, боже мой, пиздец, это просто, я не могу поверить, что я здесь. Иду, мне делают тест и говорят, у тебя ковид. Я был вообще единственный актер, который болел ковидом на этих съемках. У тебя ковид, значит, я еду в эту квартиру карантинную, которую мне Warner Brothers давал. Они говорят, все, жди, теперь, типа, завтра с тобой свяжутся. Вот это были сутки вообще лучшие в моей жизни. Ты боялся, что тебя... Я не просто боялся, я был уверен на 100%, плюс, так должно было быть. Это простой бизнес, простой менеджмент. Значит, неизвестный актер, который, ну, как бы, для продакшена не ценен. Ценен просто режиссеру, потому что почему-то режиссер, я играю немца на секунду, просто режиссер захотел, чтобы это был я. Понимаешь, это довольно-таки персональное желание человека одного. И я, и я как бы сижу, я понимаю, у меня ковид, завтра утром, не сказали, а, мне прислали имейл, завтра утром Дэвид Йейс будет с тобой связываться. Ну, как бы, он явно будет связываться, не чтобы пожелать мне хорошего карантина. И я просто жду эти сутки. Я помню, что я просто ходил по этой квартире, я мог остановиться и час вот так стоять, куда-то смотреть. Потом посмеяться над собой, потом куда-то съесть, посмотреть, час еще куда-то. Я был просто раздавлен. Это вообще не описать. На следующее утро пишет помощница Дэвида, типа, Александр, вы готовы к звонку? Я такой, да, да. Там через помощницу вообще. Как бы, я поднимаю трубку, у меня просто сердце колотится 150 ударов в секунду, и он говорит, «Эй, Алекс, как дела? Ты чего? Как там? О, мне так жаль, что у тебя ковид. Слушай, там, если тебе какие-то нужны фрукты, вот мы тебе сейчас передадим телефон, чтобы у тебя был британский телефон от продакшена и продукты. Если тебе еще что-то понадобится, ты просто пиши сразу Дэвиду Кидову, это второй AD, который по актерам, все что угодно, тебе все будут привозить». Я такой, я остаюсь в проекте, он такой, «Конечно, ты о чем говоришь? С ума сошел? Мы просто подвинем эту сцену, мы себя дождемся, все в порядке, нам есть что снимать». И я заплакал, честно тебе скажу, я заплакал. Это, конечно, человек, который, дело не в работе с ним, работа с ним потрясающая. Но то, как он поступил, я знаю, что продакшен сказал ему, ну, по слухам, он сказал ему, «Ну, с ума сошел, Дэвид, какие две недели, какой русский актер, там, все дела, конечно, давай возьмем какого-нибудь немца, come on, вообще, London-based». Мы привезли его, больного ковидом чувака. Никто еще, все еще очень боялись ковида, ты понимаешь, вдруг я там не до конца выздоровлю, все дела. Он сказал, «Нет, он мне нужен». Они подождали две недели, две недели обо мне заботились. В эти две недели как раз Тетрис стал опять сниматься, и вот я не смог, там была переписка с Мэтью Воном, где там реально, мне написал Мэтью Вон, на секундочку, продюсер фильмов Гая Ричи, ну и типа говорил, вот как нам быть, ты в фантастических тварях, а мы сейчас начинаем снимать. Эта эпопея была огромная, как мы пытались сохранить два проекта, и в итоге это не получилось, утвердили Никиту, и я безумно счастлив, что это именно Никита Ефремов, потому что он мой друг, и гораздо больше подходит на ту роль, и, уверен, замечательно сделал. Шапка-ушанка на нем выглядит как будто органичнее с трейлера. Да он в принципе больше похож на этого чувака, я мог бы и провалиться в этой роли, потому что, ну это действительно сложно было бы для меня. И, значит, все через две недели, ну там просто параллельно я пережил эту микротрагедию с Тетрисом, ну потому что это потеря главной роли в связи с тем, что у тебя не сходятся две недели в январе, а ковид, все дела, все боятся, понимаешь, а съемки в Глазге или в Эдинбурге были, и то есть даже вот этот вот, там час этого полета был невозможен туда. Хотя две недели. Ну представь, ты теряешь как бы главную роль у Джона Берда, который снял «Грязь» с Джеймсом Мэковым. Из-за этого. Ну так должно было быть. И меня очень многому научила вот эта потеря в плане принятия и Никита мне очень, ну помог в этом. Мы много общались. Короче, проходит две недели, я прихожу на съемочную площадку, все такие, ой, Алекс, с выздоровлением, все здорово, давай сниматься. Чтобы сняться в «Фантастических тварях», ты оставил спектакль своего друга Александра Молочникова, в котором ты должен был играть главную роль и чуть ли не за два дня до премьеры ты его оставил. Как сам Молочников сказал, он повел себя как фантастическая тварь. Как так вышло? Ну это неправда, во-первых, что я оставил спектакль за два дня. Это, видимо, так красивее звучит, но это неправда. Во-первых, и это очень важно, я был вторым составом. Несмотря на то, что я был известный актер Аленя, который играл в итоге неизвестный актер, я был второй состав, потому что я не знал ни текста, я не знал ни партитуры, я не знал ничего. Каждый раз, когда из-за того, что я постоянно куда-то уходил, снимался, чем-то занимался, Аленя все время репетировал. В итоге, когда я репетировал этот спектакль, я выходил на сцену, и все такие, ну вот, на Сашу ставка, потому что вот Саша, мы договорились, что он номер один, когда он не сможет, якобы будет типа Леня. Выходит Саша, на которого была ставка, и как бы я читаю монологи, но из-за того, что я не знаю монолог, сидит Леня, нормальный пацан, просто замечательнейший актер, и за меня в микрофон говорит текст, за меня, а я типа делаю вид, что это я говорю. И если бы не Леня, я бы вообще ни одну сцену до конца не сыграл. Я максимально был не готов к премьере, это никаким образом я не мог там быть первым составом. Соответственно, если бы я ушел за ДН до спектакля, все равно я бы никого не смог подставить, потому что я был вторым составом. Конечно же, Леня бы играл премьеру. Это первое. Второе, как это было, я репетировал, как обычно, я часто прихожу к Саше в спектакль, я хочу с ним работать, это действительно, несмотря на то, что мы раз в год проклинаем друг друга и как бы пытаемся реально даже подраться периодически, но потом как-то все это все время проходит, и мы все время опять пытаемся работать. И я все время пытаюсь прийти к нему в спектакль, репетирую, и потом мне приходится уйти, потому что съемки в кино случаются. Я репетировал, говорю, в этот раз я точно с ним сделаю, тем более Тарас Бульба, замечательный материал. Вот, я репетировал, репетировал, и я Саше сказал, ну, может, могут произойти какие-то съемки, ты же прекрасно все это помнишь и знаешь. Он говорит, да, конечно, я понимаю. И в итоге случается Гарри Поттер, и они говорят, фантастические твари, надо ехать сейчас, в сентябре. Я когда об этом сообщил, я говорю, вот, чувак, не знаю, когда надо будет ехать точно, вот в какой-то момент, они сначала не сказали мне, когда точно нужно ехать, но сказали готовить визу. Я говорю, чувак, возможно так случится, если я сейчас смогу, успею сделать визу, то там через недели три мне придется отчалить. Я очень постараюсь там дорепетировать, сыграть премьеру, но вот эта вот возможность есть. Так случилось, мне пришлось уехать, и не то чтобы я с большим удовольствием бросил этот спектакль. Я правда пытался, я правда хотел играть этот спектакль. Не со зла никакого никто никуда не уходил. Это раздутая история, смешная. Но вы как-то поругались на какое-то время после этого? Да, мы там типа давай, мы там просто хотели драться хотели в какой-то момент. Там реально мы уже писали, ты что-то, все короче, давай встречаемся там-то, выясним все. Мы реально хотели уже договориться, где будем типа драться. Вот отвечаю тебе. У меня, по-моему, все сохранилось в переписках. Но это не мешало, мне сейчас у него в коротком метре в Нью-Йорке сняться. Скорее всего, мы потом опять будем с ним ссориться, потом опять будем что-то делать вместе. И это классно. Может ли быть такое, что тебя взяли на роль скорее из маркетинга? Поскольку тебя брали еще до того, как Россия была отрезана от мира из-за войны. И рынку точно было интересно для того, чтобы один из главных актеров 145-миллионной страны принял участие в этой франшизе. И таким образом больше людей пошло бы в кино посмотреть в том числе на своего пацана. Стопудово. Тут есть две части ответа. Стопудово. Это часть маркетинга. И это нормально. Все большие студии так или иначе работают так. Им нужно охватывать. Поэтому там была актриса из Бразилии, на которую тоже большую ставку сделали. Нужно охватывать. Ты с этим... Которая играла Сантуш? Да, да. Это абсолютно нормально. С этим бороться. Это бороться с ветряными мельницами. Это бизнес. Ты ничего не сделаешь. Ты не можешь снять за 300, сколько там, 200 миллионов фунтов фильм, не думая о таких вещах. Просто ты следующий фильм никогда не снимешь тогда. Но почему тогда они не утвердили Сашу Петрову? Потому что я не набиваю себе сейчас цену, но маркетинговая часть моего утверждения, она была не основой этого решения. Потому что тогда это должен действительно быть известный актер. Меня с трудом можно назвать одним из главных актеров страны. А ты Петрова привел в пример, потому что он более популярный, чем ты. Ну, действительно, Петров или Даня Козловский, это действительно люди, которые, можно сказать, марка и так далее, все абсолютно их знают. Я актер арт-хаусного кино, как ни крути, тем более тогда у меня ни сердца пармы еще не было, ничего. То есть, конечно, они понимали, что да, вот он на Россию, вот покроем 150 миллионов человек, но, конечно же, главное решение это было то, что вот Дэвид Йейт, наверное, посчитал, что вот эта энергия подходит этому персоналу. У тебя там всего несколько реплик. Ты там тоже талантливо молчишь в большинстве сцен. Что актер, который всего несколько реплик произносит, испытывает в такой момент? Это эмоции человека, который в футболе выходит на замену на полторы минуты, или это совсем другое? Смотри, там было больше текста, естественно, все подрезается всегда в таких больших фильмах. Мне не так было обидно, потому что и у Матса Миккельсона, мне кажется, вырезали процентов 40 вообще его сцен. То есть там у всей темной стороны, стороны Слизерин, так сказать, немножко все подрезали. Там просто поменялось, в течение монтажа поменялась сама концепция, более сосредоточившись на отряде Дамблдора. Поэтому я понимал, что это не просто... Если бы меня одного подрезали, конечно, я бы еще три года ходил и думал бы, что я очень хуевый актер. Я так думал сначала, я и думаю чуть-чуть иногда. Чуть-чуть, да? Окей. Ну, иногда чуть-чуть, иногда больше, иногда думаю, что я хороший. Это меняется в течение дня несколько раз. Ну, правда, подрезали всех, но у меня, к сожалению, подрезали именно текстовую сцену, там, где вот я первый раз появляюсь, и там большой разговор со всеми по разным причинам. Но вот ты спрашиваешь, там, не чувствую ли я себя, что я как в футболе, там, стою. Я был достаточно нагл, чтобы перед тем, как согласиться на эту роль, я сначала попросил сценарий. Честно тебе скажу. Не всегда так делают в таких проектах. Ну, ты рискуешь быть посланным нахер, как бы просто моментально. Потому что один раз, входя в какую-то киновселенную, ты не можешь в ней появиться, очевидно, в двух разных ролях потом. Типа, вот я там в шляпе постоял, блин, а вот вы новые снимаете спин-офф, а можно я здесь буду сына Рона Уизли играть? Логично. И я поэтому должен был... Шанс только один. Шанс только один. И я должен был удостовериться, что в этой роли, какая бы она ни была, не многословной и маленькой, есть потенциал на то, чтобы создать хоть какого-то персонажа, и потом, может быть, этот персонаж появится еще в других фильмах. На самом деле, ну, не то, что надо на это тянуть, но нужно чувствовать себя так, будто этот персонаж это часть большой-большой истории. Иначе ты будешь просто действительно обслуживающим персоналом. И я, прочитав сценарий, действительно увидел этот потенциал. Это персонаж, который никогда не стоит где-то на фоне. У него мало сцен, я не знаю, сколько всего мы сняли, сцен 10, из них осталось чуть меньше. Но это ключевой, он поэтому называется ключевой персонаж. Он появляется и меняет ход сюжета. Как ни крути. И это действительно... Пусть и тихо, наверное. Да даже не тихо, у меня же все там мэкшены эти сцены. Они, не важно, сколько у тебя крупных планов. Главное, что ты с собой меняешь ход сюжета. Если бы я был, например, в каждой сцене, но я бы просто где-то сзади стоял с чемоданом, вот так, это гораздо более травмирующий опыт для психики актера, потому что ты вынужден тогда такой... Александр, Александр, вы можете, пожалуйста, сдвинуться типа вправо, а то там... Я такой, а, да, сори, сори, я просто подумал так типа лучше. Ну, на самом деле тебя толкает организм и твое эго, и в принципе это нормальное чувство, толкает, что если ты сзади где-то стоишь, встать как бы между Эдди Редмэном и Дэном Фоглером, чтобы тебя этот поднос не перекрывал, потому что иначе просто ты бессмысленно там стоишь. И по сути это как бы правильно с одной стороны. С другой стороны, нет ничего более уничтожающего для твоего мозга и твоего сердца, чем положение, в котором ты должен так делать. Поэтому я себя в такое положение ставить не хочу никогда. То есть дело не в том, что я такой, это маленькая роль, а потому что я, моя, ну, у меня очень большие амбиции, как не крути. И как бы поставить себя в положение, где сам себя буду психологически уничтожать и думать, блядь, что я здесь делаю, почему я просто обслуживаю, это просто глупо. Я должен лучше не делать это вообще. У меня такого не было ни разу на этих съемках. Я действительно приходил и я ждал как бы своей очереди. Там все снималось, меня снимали более-менее в последнюю очередь, что нормально, потому что как бы действительно очень большие актеры там. Когда до меня доходило, на мне был фокус. У меня было внимание режиссера, у меня был со мной оператор. Все. Я абсолютно чувствовался членом этого общества, равноценным и уважаемым. Ни разу никто из них не заставил меня почувствовать себя типа, типа Александр, подождите, пожалуйста, сейчас ты тут жудлов. Нет, не было такого и огромное им уважение, безмерное, никогда это не забуду, что всегда они делали так, что я чувствовал себя уважаемым и нужным. Всегда. Куда мы пришли? Мы пришли в кафе Majestic в городе Порто, в котором Джан Роулинг начинал писать «Философский камень». Первую книгу. Иногда писала? Иногда. Все-таки. Где она именно начала писать не здесь, она, по-моему, говорила, что в электричке британской. Нет, 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 в электричке из Манчестера в Лондон она говорит, она придумала все это, начала придумывать. А писать она начала, по ее же утверждению, в Португалии. Джан Роулинг говорил, что в букшопе, вот в этом красивом, замечательном, она не писала, а здесь иногда бывало такое. Ну, это похоже на очень многие локации в Гарри Поттере. Это та эстетика. Вот эти шанделиры большие и как это, люстры большие и квадратные эти стеклянные штуки, это похоже на банк Гринготс немножко. Еще банк, где деньги держал. Ну, в целом, это стилистика вот из того, что мы потом в фильмах увидели про Гарри Поттера. Вот иногда, мне кажется, что в Порте больше стилистики Гарри Поттера, чем в Лондоне. И да, индустрия очень серьезная, но еще серьезнее фан-комьюнити, которая, мне кажется, в мире нет аналогов. Ну, количество фанов, которые вообще живут этим. Тебя узнавали как Хельмута когда-нибудь? Ввиду того, что у меня борода и длинные волосы сейчас вот прямо нет, я же там играю прямо в парике, в черном. А это парик, вот эта вот такая прическа? Да, да, нацистская. Это гениально сделанный парик. Да. А у тебя лысый череп при этом или короткая стрижка? Нет, короткая стрижка. И они тебе получается просто наверху так клеят и он вообще не спадал весь день. Такие системы. Сколько на грим уходило? У меня быстро, у меня там час, час. Мне сначала еще усы сделали такие, знаешь, мне прям час выбривали усы никогда в жизни. И я такой, мне очень не понравилось, я выглядел реально... Под Адольфа? Ну, под такого мини-адольфа, маленького. Я пришел домой такой расстроенный, потому что... А, нет, сначала мне сделали, отводят к режиссеру, который был в другом павильоне. Я иду туда и думаю, ну, он же скажет, что это плохо, это же ужасно, это ужасно, я просто... Это позор, я не хочу с такими усами играть, пожалуйста. Мы идем, я был уверен, что он скажет, что он скажет, и он такой, замечательно, еще шляпу. И я такой, боже, а это мой просто типа второй день я вообще на площадке. Я думаю, ну, я не могу сказать, что я не хочу в этом играть, я не могу, не могу, но как бы это слишком нагло. Я еду домой, на меня, типа, мой водитель, Иэн, его звали, он говорит, что с тобой, что случилось? Я говорю, да ничего, ничего, ты чего, все нормально? А я бледный просто, я переживаю, я говорю, вот я не хочу так играть, но сказать не могу. Возвращаюсь домой, просто в зеркало так смотрю, так, так думаю, ну, может, нормально, а так, ненормально. Отсылаю друзьям, они говорят, ты что, шутишь, что ты себя налепил? Я говорю, да это мое, я говорю, ну, это плохо. Я такой, блядь, мучаюсь, хожу 3-4 дня, потом, короче, собираюсь силами, приезжаю на площадку just for a second, I want to say something. Он такой, да-да-да, Алекс, что такое? Я такой, сэр, извините, это просто пиздец, я понимаю, как это нагло, извините, но вот я не могу предавать себя, как актера, мне хочется сказать, мне кажется, что вот Хельмут, вот не надо ему быть с такими усами. Он такой, а да я их отменил вчера, да, мне тоже не нравится, все нормально. Таких случаев было миллион, из этого состоит, собственно, съемка в больших проектах, потому что ты не живешь в том, что типа тебя привозят, тебе дают палочку, ты там снимаешься, все прекрасно, ты постоянно находишься в миллиарде сомнений, типа нормально ты сыграл, ненормально. Самый яркий, единственный вообще случай, который стоит упоминания, когда у меня был первый крупный план, как раз возле Министерства магии, немецкого Министерства магии, я там стою, встречаю, типа, всю плеяду героев, они идут, говорят Хельмут, я говорю Тиссиус, у нас какой-то диалог, и так далее. Это очень холодно, типа, ну, очень по меркам Англии, это не очень холодно по меркам России, но уже 12 ночи было, они отсняли крупные планы всех, и вот остается мой, 12 или час ночи, что-то такое, а я реально очень замерз, просто пиздец, я стою, у меня плохо уже губы двигаются, и поэтому, ну, как бы, я пытаюсь их разминать, я прикладываю, чтобы было теплее, но ты говоришь на неродном языке, а у тебя еще замерзшие все мускулы, все мышцы лица, и как бы, и я думаю, блин, блин, это просто мой шот, это первый раз, вся группа такая собралась, ну, кого вы привезли, вот, значит, сейчас из России, сейчас наконец мы увидим его первый крупный план, вот, ну, реально, один на один с камерой ты, и как бы там стоит Дэн Фоглер, Эдди Рэдмайн, они все мне, вот всегда, всегда все партнировали, все друг к другу, не было никого такого, что кто-то был в трейлер, все стоят за камерой, такие, типа Хельмут, все дела, я говорю там свой текст, и я понимаю, что на меня смотрит 400 человек, и я играю первый дубль, играю ужасно, просто я прямо чувствую, так, сейчас, режиссер подходит, такой, да-да-да, я просто вижу, I saw you acting, ok, I don't want to see you acting, я такой, да-да-да-да, sorry, я просто холодно, вообще, и играю второй раз, точно так же делаю, точно, и я понимаю, что прямо часы так тикают, и все такие, просто как пенальти, честно говоря, во время чемпионата мира, такое ощущение, вот, третий дубль, делаю еще хуже, отвал, и я начинаю уже такой, я думаю, нет, не может быть, не может быть, неужели это тот момент, неужели этот момент, когда я не смогу исправить свой плохой крупный план, и я начинаю сам загоняться, знаешь, когда делаешь плохо, уже не можешь себя остановить, такой снежный ком эмоциональный, я такой, так-так, скинь все это, Мэтью МакКонахи, давай-давай, все, все, вспоминай, обнулись, обнулись, он подходит и говорит, Alex, смотри, а я вижу немножко, он же такой, и я такой, не-не-не, пожалуйста, не делайте так, это ужасно, я сейчас все исправлю, он такой, да, смотри, давай вот сейчас попробуй, да, и я уже вижу, это точно последний дубль, точно, и я такой, и просто делаю какие-то ритуалы странные, там долго все готовится, всегда, потому что огромная толпа, CGI, там куча всяких, ну, таких штук мигают для графики, и я хожу, просто там какие-то мушкетерские движения делаю, такой, Саша, все, это ты сейчас все сделаешь, я играю, и играю, 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 они уходят, режиссер такой, стоп, снято, все, спасибо за смену, расходимся, и ко мне никто не подходит, и я понимаю, что я сыграл еще хуже, полная тишина, и режиссер идет, они что-то начинают спожжать в следующий день, не спаси, а такого не бывает, всегда тебе говорят спасибо, классные там крупные, и так далее, они все уходят, и я такой, бля, не может быть, не может быть, это просто позор, я подхожу к ним и говорю, Дэвид, извините, пожалуйста, у меня чувство, что это было как будто плохо, он говорит, ну, не, все нормально, и уходит, вот, и вот с этим чувством, первый твой крупный план в Гарри Поттере, я возвращаюсь домой, и дальше проходит месяц, и меня не вызывают на площадку ни разу, месяц? Месяц, ну, как бы съемки, типа, 8 или 9 месяцев длились, А ты сидишь в Англии все это время? Да, я все это время был в Англии, ну, то есть обычно тебя вызывают, там, ну, довольно часто, ты можешь выйти на площадку, можешь не выйти, можешь просидеть в вагоне 5 дней, то есть это нормальная тема, может Эдди Редмин просидеть в вагоне 5 дней, там все всегда, типа, наготове, и вот мне, я пишу, типа, второму Эдди, а что там, типа, когда у меня денег? Говорит, сейчас меняется КПП, там все дела, ну, пока тебя не вызывают, в понедельник, я такой, окей, и я начинаю постепенно понимать, да, это из-за того крупного плана, потому что в больших фильмах так, ты как бы видишь реальную ситуацию, и ты либо добавляешь, либо убираешь сцены, ну, такое очень часто бывает, и они видят, что, ну, как бы, ну, не справился, чувак, зачем, я понимаю, что, ну, они, скорее всего, сейчас просто подрезают мне сцены, там легко, знаешь, заменить одного на другого, Поппик Орбит Вэш может выйти вместо меня, что-нибудь сделать, там, и так далее, и это, это был просто, наверное, худший, полу такой, в детском смысле, худший мой актерский момент в моей жизни, потому что я месяц, в таком ужасе был, я начал ходить в спортзал, просто я бегал по два часа в день, слушал какие-то книги по саморазвитию, просто я, 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 блин, я не знаю, я за этот месяц прокачался так во всех смыслах, что просто никогда такого не было, ни в какой другой период жизни, через месяц, меня опять вызывают на площадку, и я во втором юните, чтобы ты понимал, второй юнит обычно снимает, типа, неважное, трюки там и так далее, там бывает и Джуд Лоу, и Дэн Фоглер, и все на свете, но в целом, как бы режиссер над важными сценами, конечно, работает в первом юните, и я такой, ну, все понятно, я теперь просто во втором юните, потому что, как бы, я плохо сыграл там, и я как-то это принимаю, я понимаю, ну, все, как бы, вот все, мне как бы вселенная дала шанс, и я просто зажался, я неплохой актер, я не гениальный актер, но я неплохой актер, и я сделал это ужасно, я все потерял, я во втором юните, так, ну, окей, ну, все, скорее всего, я в первый юнит и не попаду уже больше, вот у меня есть Дэн Фоглер, а это та сцена, где люстры крутятся и так далее, когда я, короче, в Министерстве магии пытаюсь поймать Дэна Фоглера и Джессику, мы начинаем работать, снимаем это неделю, Дэн Фоглер там ходит, у него колонка, в ней джаз играет, во втором юните все более расслаблено, потому что нет как бы Дэвида, а Дэвид это как бы, ну, император, и поэтому все всегда вот так ходят, второй юнит более так расслаблен, там, второй режиссер Стивен, он такой классный чувак, у него там майка из DC, я расслабляюсь, понимаю, что терять больше нечего, и просто начинаю как бы ебашить, просто играю, 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 и Стивен такой, классно, классно делаешь, давай продолжай в этом духе, я понимаю, да, давайте, я делаю все классно, делаю, 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 потом, это прямо перед Рождеством, мы заканчиваем снимать эту сцену, все такие, блин, это было очень здорово, ребят, все, поздравляю, какие-то нам подарки дают, Дэн мне дает свой комикс, который он там выпускает в Нью-Йорке, бруклинский гладиатор, и говорит, ну, все, с Рождеством, и, кстати, Алекс, это самое, тут Дэвид по телефону хочет поговорить с тобой, я такой, блядь, Дэвид Йейтс, режиссер, говорит, Алекс, слушай, у меня всегда монитор был второй, я на первом юнити всегда, конечно, видел то, что там во втором юнити, и, слушай, хотел сказать, что ты просто потрясающе это сделал, очень классная сцена, мне прям очень понравилось, как ты вот Хельмута начал развивать, давай будем продолжать, так же, все замечательно, давай с Рождеством тебе, все, пока, как потом уже, ну, мы уже потом много общались, и гораздо ближе, и так далее, потом, как я понял, все это я придумал себе, абсолютно все, я не сыграл плохо этот крупный план, в его голове, никогда я не играл его плохо, я сам себе придумал, что сыграл его плохо, сам себя накачал, потому что я попал в второй юнити, так было по плану, потому что во втором юнити бывают все абсолютно, сам себя накачал, какой-то трагедией, пришел, из-за того, что я накачал себя трагедией, отчаянный человек, которому нечего терять, по-печорински сыграл сцену, из-за которой, потом мне добавили еще два месяца съемки, и добавили ещё одну сцену. Потому что типа что-то с Алексом, он такой как бы заряженный. Давайте ещё одну сцену добавим. Я придумал, что я плохо сыграл, случайно себе ещё одну сцену. — Вау! — Получил. — Слушай, получается месяц, если тебя не вызывают, то ты всё равно должен находиться в городе съёмок и делаешь, что хочешь, да? — Да, и там тесты на ковид через день. — Ты продолжаешь получать зарплату, это входит в твой гонорар, но ты деться никуда не можешь? — Не можешь, но и особенно ещё был ковид, нельзя было никуда ездить. У меня был велосипед, поэтому я просто изучил весь Лондон, я каждый день ездил на велосипеде. Но самое страшное, что этот месяц ты думаешь, что, скорее всего, через месяц тебе просто придёт бумажка, что тебя уволили. — Что этот месяц последний? — Из-за глупости, когда ты не сыграл крупно из-за того, что замёрз, перепугался и так далее. Вот это самый страшный момент, когда ты не можешь сделать то, что реально можешь, из-за того, что сам себя загрузил. Такое очень часто в актёрстве бывает. — Все эти вещи, которые ты рассказываешь, все эти вот проблемы, которые у тебя там были, можно ли их назвать «синдромом самозванца»? — Да, да, это именно он. То есть у меня все съёмки до какого-то момента присутствовало ощущение, что я тут случайно, и, скорее всего, сейчас все увидят, что я на самом деле плохой актёр, и как бы всё это закончится. Вот это каждый день были мои главные мысли. — Что ты думаешь про сам фильм? — Ну, он, очевидно, не очень хорошо прошёл по бокс-офису и так далее. Не собрал деньги, которые должен был, очевидно, собрать по их плану. Ну, он не обладает обаянием и мощью Гарри Поттера и никогда не сможет обладать. Но я, как преданный фанат, ты что, я обожаю этот фильм. Я прекрасно понимаю все его пластмассовые стороны, все эти сценарные дырки и финал странный и так далее. Но я как про детство когда говорил, я на это всё накидываю свою призму. Я через бинокль смотрю эти фильмы, и совершенно мне всё равно какие-то коммерческие проблемы и сценарные у этого фильма. Особенно финальную песню, когда Дамблдер уходит в одиночестве и вот играет эта штука как… ну, короче, это песня на титрах. Я каждый раз прям немножко так сентиментально это всё смотрю. Ну, то есть исполнение мечты тебе компенсировало художественные недостатки? — Даже если б я там не играл, я бы испытывал те же самые чувства. — Серьёзно? — Да. — Потому что многие, в том числе фанаты, прям ругают фильм. Говорят, что сильно хуже, сильно пластмассовый и всего остального. — Я не такой фанат. Это фанаты потребительные, на мой вкус. Которые вот типа могут на танке наехать, типа, вот, вы сделали всё не так. Мне, например, нравятся почти все фильмы «Звёздных войн». Хотя, очевидно, я понимаю головой, что это, как бы, ну, это вот такая разница уровня там первых фильмов и, как они называются, сиквелов. Я, как бы, умею закрывать глаза на все дырки. Наверное, как кинематографист, который понимает, скорее всего, как были рождены эти дырки, почему, где, как, что пытались, что не получилось. У меня какие-то догадки есть, ну, в связи с тем, что я сам этим занимаюсь. Поэтому я легко могу их отключить и смотреть просто на суть. А суть у меня всегда попадает. И в «Фантастических тварях» эта суть сохранена. Просто она, возможно, исполнена не так, как можно было. Сейчас закончу. — Hello. — Hello. — Hi. — Sorry, guys, we're just shooting in this direction. I'm so sorry for being unpolished. — А, вы говорите по-русски. Вы говорите по-русски. — Было очень приятно. — Как ты оценишь уровень своего английского? Ты кино смотришь в оригинале? — Да, конечно. — Без субтитров английских? — В зависимости от кино. — Но «Последнего Макдону» ты посмотрел с субтитрами? — Я его смотрел в Нью-Йорке. И я просто был в ужасе, потому что, конечно, там мне нужны были бы субтитры. Не потому что я не знал каких-то слов, потому что это такой жёстко северо-ирландский акцент. — И мы говорим про английские субтитры? — Английские, конечно. Не, я уже примерно 10 лет смотрю в языке оригинала и без субтитров смотрю последние года три. Но я ещё тогда, когда вообще ничего не понимал, я заставил себя это делать. — Важнейший вопрос по «Гарри Поттеру» — как снимаются сцены с палочкой? — Сначала тебе приносят палочку, и при том их много, у реквизитора такой чемодан, где палочки разных персонажей. И вот он их складывает в начале дня в разные последователи, смотря кто в этой сцене. И он приносит тебе такой чувак в татухах, все были в масках, с клёвым иракезом, что-то такое, с рацией. И он такой «Hey, Alex, how are you doing? You're good, mate. So what have you had for breakfast?» Он открывает эту штуку, и ты должен взять свою палочку. Я всегда так делал ещё типа… Я её обтирал об рукав, не понятно зачем, просто мне нравился этот ритуал. И я превращался просто в идиота реально, когда мне 9 лет. Когда мне давали палочку, я моментально… Я становился очень серьёзным. То есть все остальные ребята, которые там третий фильм уже делают «Фантастические твари», они брали палочку и делали свою сцену. Я брал, и я сразу как бы немножко таким важным становился чуваком. Ну, на самом деле, действительно, этот чувак выглядит как ассистента Ливандера, когда он тебе это приносит. Слушай, а сами сцены? Да, да, извините. Когда вот это, вот это… Там есть какая-то техника? Да, во-первых, приходят к тебе постановщики трюков, и они с тобой ставят какие-то движения. Они топовые реально чуваки, абсолютно топовые. Они, эти люди, конечно же, кто-то там 20 лет занимался боксом, кто-то ещё там 50 лет занимался киндо и самурайскими боями. И они тебя начинают учить, как двигаться. В моём случае, как бы, я начал двигаться, они такие, да ты всё знаешь. Мне кажется, я с детства репетировал эти вещи. Я и так в кучу каскадёрских фильмов играл. Но я ещё и реально ждал этого момента, когда у меня когда-то будет палочка, и я буду это делать. Поэтому они меня не трогали в какой-то момент, потому что у меня были какие-то свои странные движения. И всех всё устраивало. Там нужно колдовать в основном… Вот они просили, чтобы был вот импульс, и чтобы обязательно этот конец палочки, он не дёргался в момент стопа. Понимаешь? Вот ты начинаешь движение, ты можешь что угодно. Ты можешь так это делать, можешь так, можешь так. Но в конце ты должен… Ты должен зафиксировать её иначе. Чтобы компьютер на графике могла… Да, да, ну иначе это будет полная херня, что непонятно откуда будет исходить, там, огонь или что-то ещё. Поэтому ты должен… Ты делаешь это, и ты должен зафиксировать на секунду. Вот. И дальше можешь уже двигаться. Если ты не зафиксировал, то это… Ну, попросить переделать. Но я хотел делать двумя руками. Хотя я как бы непонятно, какой там волшебник. Я придумал, что я очень сильный волшебник. И как бы я… У меня ещё была рука, в которой ничего не было. И я делал как бы двумя руками что-то, добавляя какую-то свою магию здесь. Им это понравилось, мы это оставили. Мы. Мы оставили. Я на монтаже им сказал. Ребят, нормально, оставляем я. Посмотрел. Они это оставили, и это выглядит классно. Потому что в этом больше мощи, когда вот там сцена с Дэном Фоглером, чем когда просто, знаешь, вот так. А, ну и в момент, когда ты это делаешь, какой-то световой прибор обязательно делай вспышку такую. Это очень важно для графики, потому что это сложно… Рефлекс называется. Это очень сложно нарисовать. Вот. Очень часто этого не делают почему-то в нашем отечественном кинематографе, и это сильно потом влияет на результат. Ну, рефлекс должен быть. И они это буквально делали каждый раз. У тебя она осталась на памяти? Нет, ни у кого не осталась. Там же даже Алан Рикман рассказывал, как он пытался своровать эту палочку. Ты не можешь ее оставить, вот кем бы ты ни был. Это собственность реквизита и киностудии. А, ну, не слушай, Никита Асу. Ну, а она в целом примерно такая же, как в магазе, или… По-моему, один в один, честно говоря. Ага. Один в один. То есть, видимо, это что-то метафизическое, а не… Да просто такие правила, ну, отчасти правильные. Правильные правила западные, что ну вот это реквизит, это порядок, ты должен его сдавать. Ты купил себе свою палочку в магазе? Нет, нет, не купил. Потому что мне так стало грустно. Я вот зашел в Нью-Йорке в этот магаз, я стоял, смотрел, как только они вышли, эти палочки, я стоял, смотрел и думаю, ну вот это момент. Как бы никому до меня сейчас нет дела, никто меня не узнает в этом магазине, абсолютно. И, в принципе, всем все равно, что эта палочка существует и что я играл в этом фильме. Но это для меня какое-то доказательство от вселенной. Ну вот, Саш, смотри, вот ты что-то сделал, что ты хотел, что-то сделал, вот есть. Значит, ты можешь сделать все, что угодно, если будешь честен, это будет. И как бы у меня очень все романтично-философски в этот момент в голове происходило, и стоял рядом маленький пацан какой-то, и тоже смотрел на палочки. И я, как бы, преисполнившись вот этими всеми чувствами, начал ему рассказывать, смотри, типа, чувак там, ну палочка вот там-там-там-там и Хельмута вот этого. Он очень мощный волшебник. Правая рука Грин-де-Вальда. На самом деле он как Энакин, он между двух огней. На самом деле он хороший чувак, он очень сомневается, ему страшно. Это как, блядь, немножко какая-то такая российский хороший ОМОНовец, который не хочет служить злому хозяину. И я говорю, ну вот, возьми вот эту палочку. Парень как бы меня что-то... Он притом меня внимательно слушал, как будто бы, и я думаю, вот это я вообще как старшеклассник у меня сейчас. А потом мимо проходила эта девочка в жилете работницы Гарри Поттершопа, и он такой, типа, простите, мадам, палочку драком-алфа ищу я просто. То есть он тебя из вежливости слушал все это время? Да, он даже не сказал типа «sorry, мэйд» и что-то. Он просто послушал, развернулся и пошел купил палочку драком-алфа. Ты с актером, который играл драком-алфа, переписывался и звал его в свою короткометражку? Это был, типа, полный метр, я планировал. У меня была идея, довольно странная, кичевая идея, сделать фильм немножко в стиле «Четырех львов», по-моему, «Четыре льва» это называется, да, про ИГИЛ? Это стебная история. «Четыре льва»? Да. Да, 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 это очень драматичная стебная история, высмеивающая ИГИЛ. И я хотел сделать такой фильм, ну это все было, я писал сценарий, это все на этапе идеи было, где бы я собрал все странные российские теории про злой Запад и вообще про то, как Россию пытаются развалить клеветники. Типа Госдеп и все остальное? Да, вот все, вот просто все, то есть не вдаваясь особо вообще, вот прямо сказку какую-то сделать черную, про то, где я бы все это собрал, все самые безумные идеи, вот всю херь, которую несут чиновники российские с экранов, вот представить, что все это правда, абсолютно все, и вот сделать вот такой фильм. В Москве темные силы со всего мира пытаются уничтожить Россию, и там как бы борются против этого какие-то менты. Я хотел, чтобы Драком Алфо играл такого шапокляк, присланного Западом, агента Госдепа, который меняет, переписывает учебники истории по ночам в школах и пытается развалить наследие дедов. Ты еще не... Александр Невского хотел сюда позвать. Да, да, я вот... Это были те годы, когда я, ну, как бы... Мне он очень казался забавным персонажем, и я хотел... Да, это не очень красиво, я хотел ему не говорить, что этот фильм, это не серьезный блокбастер, а что это Степ. Чтобы он на серьезных щах снимал. Да, я хотел... Ну, потому что, ну, это в принципе хорошо, чтобы все снимались на серьезных щах в той или иной степени. Ну, в смысле, чтобы в этом не было... Чтобы ты... Даже когда ты играешь стебный фильм, ты не должен его стебать. Ты должен действительно играть, будто это фильм Пола Томаса Андерсона. И тогда это будет смешно, ну, по крайней мере, на мой вкус. Я хотел бы позвать, чтобы он играл майора Голубя. Мы так придумывали с ребятами. Чтобы он был такой, как бы, типа майор Гром, только вот майор Голубь. И он бы вот охотился за вот этими злодеями. А мы должны были играть семь предателей. Это все мои актеры из спектакля «Игроки». Мои однокурсники из другого, из курса «Хефица» еще пару ребят. Мы должны были играть предателей, которых купил Запад. И вот мы и там предаем Родину. В общем, да, но... В целом, ты хотел немного поиздеваться над Невским, как я понимаю. Своем стыду, да. А вот сейчас, когда он активно против войны, ты бы так сделал? Ни в коем случае. Я считаю, что вот какой бы ни был человек смешной, а Александр Невский смешной, я ничего не могу с этим сделать. Может быть, я для кого-то смешной. Я не буду на это обижаться. Но это просто факт природы. Он смешной, и это прекрасно. Сейчас то, что он внезапно, четко, конкретно выступил против войны, для меня стоит выше всего и перечеркивает вообще любые мои шутки. Я готов извиниться за то, что я хотел в своих фантазиях пошутить над ним. И вообще я не хотел пошутить, но я хотел, чтобы он классно сыграл эту роль. Просто я бы не сказал ему, что это шутка. Поэтому, да, большое уважение Александру Невскому. И очень круто, что иногда такие смешные персонажи, от которых ты ничего не ждешь, вдруг оказываются классными, достойными людьми. Уважение. Вот это магазин метелок, который работает здесь почти сто лет. Никаких официальных подтверждений, что именно здесь Джоан Роулинг увидела метла, которыми вдохновилась для квиддича. Но в путеводителе порту и Джоан Роулинг это указано на одно из самых видных мест. И самое удивительное, что это работает сто лет. То есть ты представляешь, вот эти метла продают уже сто лет. Что ты думаешь про отмену Джоан Роулинг? Первый раз в жизни я отвечу так, на самом деле. Первый раз в жизни я так отвечу. Я предпочту не отвечать на этот вопрос. Никогда так не говорил. Но вот настолько это сложная ситуация, что я предпочту не отвечать. Я тебе могу сказать про то, что я против Путина, против войны в Украине, но про Джоан Роулинг я ничего не могу сказать. Потому что этот человек все равно для меня вообще, что бы ни случилось, создав такой мир. Я знаю, что такой мир не может создать плохой человек. Никогда. Твоё увлечение музлом. Что это и для чего это? Я вот не назвал бы это увлечением. Мне это периодически кажется важнее, чем актерство. Мне кажется, что это самое главное, чем я должен заниматься. У меня это получается на мой вкус. Мир об этом пока не знает. Много лет я пишу альбом. В 2018 году ты еще рассказывал, что ты пишешь альбом. Сейчас 2023 ты продолжаешь писать альбом. Да, «Долгострой». Да, это правда, что я его пишу. Просто в силу того, что я без шуток снимался много. То есть физически фильмы занимают много времени. Иногда 300 съемочных дней в году, например. Ты понимаешь, что группа твоя просто создает другие группы. И они делают другую музыку. Потому что ты не присутствуешь там. Ты это не делаешь. Ты не можешь это выпустить. Ты не можешь просто прийти и такой между съемками быстро записал песню, и все готово. Ты должен посвятить несколько дней этому. Я не посвящал, и поэтому только вот сейчас, в связи с войной и с тем, что все перестраивается, у меня появилось время, чтобы выпустить этот альбом. И я действительно им сейчас плотно занимаюсь, со своими музыкантами. Ты в 2018 году сказал, чем больше продюсеры поддерживают вот такую музыку, которая сейчас у нас в тренде, и чем больше СМИ их пиарят, тем меньше шансов, что здесь когда-то появятся Битлз и Фредди. Потому что люди, привыкшие к «на баре синий, мы танцуем под минимал», их просто не будут слушать. Слушай, ну как-то очень серьезно для молодого парня. Тебе там 26 было или сколько когда-то говорил. Ты сейчас так же думаешь? Ну смотри, про «на баре синий, мы танцуем под минимал» я такого же мнения до сих пор. Я считаю, что это просто трэш. Но к своему стыду, и ты сейчас это не сказал, я сделаю хуже. И там еще есть название этого интервью. Гречки, монеточки и флакон – это не про меня. Это реально была моя фраза. И в тот момент мне казалось, что это просто пиздец. Сейчас у меня диаметрально противоположное мнение насчет гречки и монеточки. Более того, с гречкой я недавно в Тбилиси вообще вместе песни пел на одном мини-концерте. Это как бы просто невероятный человек, как и монеточка, как мы сейчас все это увидели. И ее музыка поменялась и так далее. Но тогда вот у меня действительно чуть-чуть был чувак в рыболовной жилетке в сетку. И я такой, это вонючий рэп. Ну я действительно считаю, что прямо степень этого коммерческого пиздеца в России прямо не критическая была. Слушай, ну а в Америке ты рэп же слушаешь? А я не знаю, как бы меня волновало тогда в России. Коммерческого музла же там тоже полным-полно. Но это же не мешает рок-группам параллельно появляться? Про Америку я мало что знаю. Про Англию там действительно намного больше другой музыки. Подожди, смотри, я же не говорил про Нойза, Оксимирона, я не говорил про Владе. Я говорил про на баре синим и танцуем под минимум. И я не поменяю свое мнение. Я не знаю, что этот чувак сейчас делает. Даже не знаю, кто это. Я даже... Но я считаю, это не то, что ты любишь. Ну, в смысле, это не Владе и Оксимирон. Это немножко третья тема какая-то. Пожалуйста, Владе и Оксимирон. Такого никогда не будет в Англии. Потому что степень вот как бы... Текстово-синтуричности. Жесткости этих чуваков, да, она достижима только действительно в этом контексте. И это замечательно. Это действительно наш культурный код. Но, блин, не на баре синий. Это too much. Too much для меня. Про Монеточку тоже мнение поменял. Именно про него я не поменял. А про Монеточку и Гречку полностью поменял. Полностью. Я прошу прощения, что... Не думаю, что кого-то оскорбил заголовок какого-то долбоеба 26-летнего, который снялся в трех фильмах. Но я прошу прощения, что это говорил. Надо признавать ошибки, что снялся в отстой. Давай признаем сейчас. В каком отстой снялся ты? Смотри, честно скажу, что мне очень везло всю мою жизнь с проектами. И ни на один проект я не пошел по какой-то там причине денег. Или какой-то другой, третьей причине. Я всегда шел, потому что верил в этот проект. И он мог не получиться. У меня ряд ролей моих не получился. Но вот такого, чтобы сказать, это полное говно. Я точно не могу. Есть вещи, которые я бы не стал делать. Вот сейчас, например, в «Содержанке». Я вот сейчас, вернувшись во времени, я бы не пошел сниматься в «Содержанках». Потому что на расстоянии это видится полной глупостью теперь. А тогда мне казалось, что это весело, мы стебем светскую Москву. И, в общем, такая была договоренность, что я буду играть глупого актера, абсолютно тщеславного, глупого, бездарного. И вот они все на патриарших прудах что-то друг с другом делают. И вот это, типа, вот так мы высмеиваем. Четыре льва своего рода, но вот в каком-то там жанре. Ну, просто по итогу это все совершенно не так оказалось, как я это представлял. Никто в этом не виноват. Но вот я сейчас бы не стал повторять этот опыт. Про роль в «Содержанках» ты говорил. Мне просто нравится Богомолов, и я хотел повеселиться. Эта роль, если говорить глобально, совершенно бессмысленная. Но если их у тебя не будет, то ты превратишься в безрукого. При всем уважении человек стал относиться к ролям, как будто он Иисус Христос. При том, что он талантливейший человек. Как Иисус Христос ты имеешь в виду вот эту вот блаженность? И воплощение в роль? Мессийность такую я имел в виду, видимо. Я уже не очень помню, что я имел в виду. Еще, видимо, смешалось с тем, что он играл Иисуса где-то. Он же играл Ешуа в этом фильме Бортко. Мастера Маргарита. Мессийность — это когда ты начинаешь вот как бы, ну, нести миссию как актер. Это, конечно, опасный феномен. Да, конечно, безумные вещи нужны. Но по сути, как бы, однажды в Голливуде роль Брэда Питта и даже роль Леонарда Ди Каприо — это безумие. И они веселились там. Но это просто получилось. Это умно, грамотно. Это невероятно умно. А ты себя на мессийности никогда не ловил? Я когда готовился к интервью, ну, посмотрел твои другие интервью, ты там иногда так, ну, на таких серьезных щах выступаешь, что там до мессийности тоже недалеко. Ну, во-первых, я не говорю, что я никогда не стану безруковым. Никто не знает, что со мной будет или что с тобой будет. Но, да, я иногда сваливаюсь в очень серьезный тон такой, потому что я, в принципе, серьезно отношусь к интервью. Относился, по крайней мере. Но в ролях, в выборе ролей я стараюсь этого не делать. Надеюсь. Кажется, мы давно уже этого не делали, но назови... Что ты сейчас собираешься сделать? Три любимые рок-группы. Мои. Мьюз, Квин и Бальтазар. Бальтазар — это бельгийская группа, которую почему-то никто не знает, хотя это лучшая в мире группа. У тебя есть лучший концерт в жизни? Главный концерт, на котором я был, это был концерт, все равно будем называть это, Ленкен Парк, где был Шинода. Он назывался Post Traumatic Tour. В Stadium Life? Да, ты был. Я не был, но я видел видео, где зал пел намп полностью, начиная с первого слова. Это пиздец. Он не только нам пел, мы половину песен пели. Вот я там стоял в этой толпе и в очередной раз понимал, что никакое кино, никогда, никакой спорт не перекроет для меня музыку. Именно стадионную музыку. Все это. Это просто главное, что есть для меня в этой жизни. Значит, Шинода, через год после самоубийства Честера, начинал играть песни и он вообще не выебывался. Он не пел ни слова. Некоторые песни, которые он понимал, что эти песни это слишком большое присутствие Честера в них, он просто их скромно играл на фортепиано без разных вот этих вот штук, типа давайте поить. И вот просто люди стояли замороженные и пели каждое гребанное слово, пол концерта. И потом, в какой-то момент я увидел какую-то девочку, которая просто достала портрет Честера и там было написано, типа thank you for everything Честера. Бля, я даже сейчас расплачусь просто от этого чувства. Я никогда так себя... Я чувствовал, что это моя родина. Вот сейчас эти люди это мои люди, с которыми я сейчас пою. Это такое чувство единства было. Я готов был за каждого умереть в этот момент. Поэтому я так люблю стадионную музыку правильно, потому что она объединяет так людей, как не объединит просто ни одна идея. Вот этот вайб, который там был. И благодарность Честеру. Где ты был и что делал 24 февраля 2022 года? Я был на площадке... А я ехал на площадку к Андрею Смирнову. Мы с Юлией Снегирь играли в фильме «За нас с вами». «За нас с вами» это вот последний фильм сейчас. Крайний фильм Андрея Смирнова. Режиссеры Белорусского вокзала? Режиссеры Белорусского вокзала, да. Замечательные, абсолютно режиссеры. И вот да, я ехал на площадку и мне написала подруга из Киева, которая находится в Лондоне, но в Киеве у нее был брат, и она говорит «Саша, там началась война, они бомбят, там бла-бла-бла-бла». И я ей написал типа «Юля, успокойся, камон, это все провокации, о чем ты говоришь?» Я вообще не поверил совершенно. Я, по-моему, час не верил это где-то. Я просто писал «Юля, успокойся, у тебя просто истерика, камон, что ты читаешь, покажи мне, какие новости ты читаешь?» Такого не может быть, просто успокойся. Меня прям раздражало это Юля, я настолько не мог, я не то, что типа «Боже, это невозможно», я просто в это не верил. Он просто не верил, как будто мне врут или паникуют. И я окончательно убедился, что это правда, когда я доехал до площадки, зашел в свой вагончик, вот, и я просто растекся там по этому стулу, на котором сидел. И мы не снимали, по-моему, до обеда, мы ничего не снимали. Это было в 8 утра, то есть мы выехали в 7 утра, в 8 утра на площадке, мы ничего не снимали, потому что у режиссера чуть ли там не инфаркт случился, он реально лежал. Он вообще не мог выйти из вагона, говорили, вот не заходите туда, режиссеру очень плохо. Я реально переживал, что с ним может что-то случиться. Вот так он это воспринял. Потом как-то после обеда мы собрались и продолжили снимать. Но мы даже не могли понять, типа, продолжать нам снимать кино или нет. Я правильно понимаю, что это фильм, где ты играешь НКВДшника? Да, МГБ это тогда называлось, насколько я знаю. И в этот момент преемник НКВДшников начинает войну? Да. Ну, это замечательный сценарий, я не могу там рассказывать весь плот, но как бы это про то, что даже между КГБшником и девушкой. Блин, я не знаю, могу ли рассказывать вообще про сценарий. Ну, короче, я не просто так играю КГБшника у Андрея Смирнова. В этом есть смысл. Увидите в фильме. А не будет ли это фильм, где ты хороший КГБшник? Слушай, это действительно такой тонкий момент, и это все-таки Андрей Смирнов. Я могу сказать, здесь не о чем переживать. Я доверяю человеку полностью, и, ну, как бы это тонкий, взрослый, умный, мудрейший человек. И не просто так мы это там делали. Как ты дальше жил? Дальше я снимался, болевал периодически без причины. Ну, это было такое странное чувство, потому что я настолько не мог понять, что происходит, что я никогда в жизни меня не тошнило от, типа, от тревожности. И просто меня тошнило периодически. Я переживал, что вообще со мной что-то, наверное, случилось, еще мне надо в больницу ехать. Но оказалось, что это было именно от этого. Вот. И пытался понять, что делать. У меня, как бы, часть семьи в Украине живет. И эта часть семьи воюет за ВСУ сейчас. Уже год. И да. Сейчас ты поддерживаешь Украину. Когда ты пришел к этому решению? Это никакое не решение. Я не принимал решения для себя поддерживать Украину. Я принимал решение, типа, как скоро сделать это публичным и, возможно, сжечь мосты, типа, с нынешней России. И это было довольно сложное решение, потому что, ну, как бы, никто никогда не был в этой ситуации. Здесь нельзя сказать... Да, были более мудрые и взрослые люди, которые сразу встали и уехали и объявили свои позиции. Ты, как актер, завязанный, на тебе завязано очень много людей и так далее. И, конечно, нужно было время, чтобы подумать вообще, что происходит и как дальше будет выглядеть твоя жизнь. Тут бравировать, что я сразу уехал и принял для себя все решения, нельзя. Для меня, по сути, это одновременно было глубочайшим шоком, но одновременно это не было какой-то новостью. Я понимал, что... Я предчувствовал, что рано или поздно вот что-то такое как бы Россия, к сожалению, может начать. Но вот представить, что это будет с Украиной, я не мог. Вот для меня вот это была новость единственная. Я... А, еще самое страшное, что это было все параллельно с выходом фантастических тварей. И, конечно же, я бы хотел сейчас сказать, что я такой... Все неважно, все не... Мне на все плевать, я как бы выбираю правду, выбираю страну, на которую напали, и вот гори все огнем. Но, конечно, я тогда, как человек, у которого типа за сутки до войны вышла... Это не потому, что я трусил, честно не скажу. Мне было страшно, но я не трусил. У меня за сутки до этого вышла афиша типа фантастических тварей. И это такой прилив эндорфинов, или чего там... Это такой прилив веры в то, что, капец, это просто такой культурный мост между вообще Россией, Украиной, всем на свете и мировым кино, что он мне дал прям... Я всю ночь не спал, и я думал, боже мой, это просто невероятно. Это значит, что вообще все, что угодно в жизни можно сделать. Неужели это означает, что как бы такой вот эпоха глобализма начинается в искусстве и вообще, в принципе. И тебе просто через 16 часов это все обрубает, ровно... Ой, ровно пополам все разрубается. И просто вот айсберг напополам трескается и уходит в разные стороны. И, конечно, это был такой шок. Я не понимал, что мне можно говорить в плане там Warner Brothers, потому что никто такого не ожидал. И, по сути, я привык, что последние месяцы перед выходом фильма я должен был с ними в принципе считаться во всем, что я делаю. Потому что ты студийный актер и ты должен за все свои публичные там высказывания отвечать и считаться со студией. Поэтому первое время... Притом, к чести студии они никаких вообще руководств не давали. Но я думал, что они будут. То есть там все агенты говорят, подожди, мы должны это согласовать. То, другое, третье. Ты вот это пишешь. Подожди, сначала нужно это отослать им, не им. Никто ничего не понимал. На самом деле никто ничего не согласовывал. Все были просто в шоке. Весь мир был в шоке, насколько я понимаю. Но из-за того, что я не знал, как все это работает, да, это был полный хаос. Я просто был абсолютно потерян. Я собирал все вещи, разбирал все вещи. В итоге, через несколько дней у меня было две недели перерыва в съемках, и я уехал. И я думал, я собрал все вещи так, что я не вернусь уже. Я уехал в Исландию сначала, потому что там в тот момент находилась девочка, которая со мной музыку иногда делает. И вот там как бы я в основном у меня оседали все мысли о том, что произошло. Я находился в Исландии. И там я принимал решение возвращаться мне или нет, доделать фильмы, которые мне нужно было доделать. Это Красолов, Леша Мизгирева, и «За нас с вами». И после очень, очень, очень многих разговоров и долгих там каких-то рефлексий я вернулся и доделал их. И потом уехал. Почему ты уехал? Не из-за того, что я не хочу работать на кровавый режим и на кровавые деньги. Я не считаю эти деньги принадлежащими государству, на которые снимается кино. А потому что, чтобы оставаться... Я тебе честно скажу, я готов сейчас вернуться в Россию и сделать фильм на независимые деньги с независимым продакшеном. Такое просто, к сожалению, скорее всего, уже невозможно. Потому что этих независимых денег и продакшенов уже нет. Все под контролем, я так понимаю, Минкульта и прочих там организаций. То есть я не зарекаюсь, типа «Все, я не вернусь в Россию». Я готов возвращаться в Россию, если меня не посадят и если я смогу не молчать и если я смогу делать на независимые деньги кино. Пока что... Мне продолжают приходить сейчас пробы, при том, в большом колитии. Я не знаю, почему. Ну, как бы люди не понимают, скорее всего, что меня, наверное, не дадут снимать. Вот. Но я всегда задаю один, тот же вопрос, откуда деньги, если эти деньги связаны с государством. Дело не в том, что они кровавые, еще раз подчеркиваю, а в том, что если деньги связаны с государством, значит, очевидно, там чуть ли не в контракте тебя будут просить, что ты ничего не говоришь ни про войну, ни про Украину, вообще ничего. И я подхожу к главной мысли, почему я уехал. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Как бы я готов бы был остаться, если бы я мог говорить. То есть это невозможно работать в этом кино и просто ходить на премьеру и вот просто делать свой вклад в создание иллюзии и нормальности. Лично для меня, я никого вообще не осуждаю, лично для меня в моей ситуации, будучи украинцем и русским, имея родственника с собой, с обеих сторон, я не могу поставить себя в положение молчания. Что бы ты хотел говорить? У тебя не так много публичных выступлений было про войну, у тебя было несколько постов в Инстаграме, у тебя был пламенный комментарий по поводу закрытия гугл-центра, но не то, чтобы ты выходил в эфир каждый раз и разъяснял свою позицию по войне. Давай разъясним ее сейчас. Да, да, если бы я выходил в эфир, во-первых, каждый раз, я бы превратился в политолога, я это тоже делать не хочу. Я хочу остаться актером, который один раз, например, четко, конкретно выражает свою позицию и дальше старается помогать, чем может, но делает свое дело. Я не хочу полностью, потому что для меня, я упоминал это у Москвитина в интервью, как бы для меня путь мегаполитактивного человека это путь все-таки в один конец. Он все равно рано или поздно введет от творчества. Я хочу быть очень аккуратным с энергией творчества. Я не боюсь, я хочу говорить, я хочу четко выражать свою позицию, но я не хочу говорить об этом каждый божий день. Давай выразим ее сейчас. Это была часть причины. Вторая, если я приезжал заканчивать фильмы в России, если бы я говорил, эти бы фильмы либо закрыли бы сразу, либо меня бы из этих фильмов выгнали, им пришлось бы все переснимать, и это так же бы их закрыли, потому что нельзя все переснять, нет денег. Ну и в принципе, конечно же, я боялся за себя, за свою семью, за все на свете. Давай эту позицию выразим, объясним сейчас. Давай, моя позиция. Я всю жизнь сознательную, как только хоть что-то начал понимать, был против Путина, против правительства Путина, не против русских людей, не против России. Я никогда в жизни за него не голосовал, я не ходил ни на одни выборы. Я полностью поддерживаю Украину в этой войне, я считаю, это преступная война, это просто катастрофа, то, что происходит. И еще раз хочу подчеркнуть, по-моему, это где-то говорил или не говорил. Я поддерживаю Украину не как украинец, не потому, что я украинец. Если бы прямо сейчас я лишился бы гражданства и Украины, и России, и всех на свете, и у меня бы было гражданство Парагвая или чего-то подобного, я бы тоже поддерживал Украину. Более того, я бы поддерживал любую страну, на которую бы напала в данном случае имеющая ко мне отношения прямое Россия. Насколько ты честен в том, что ты говоришь, что всегда был против Путина? Вот смотри, есть, например, ваша тусовка Гоголь-центра, назовем ее тусовка около Гоголь-центра. Кто-то там играет в Гоголь-центре, кто-то нет, кто-то просто дружит, кто-то пересекается на совместных проектах, фильмах или чем-то еще. Вот. И там, ребята, про них было понятно всегда, что они открыто выступают против беспредела, когда, не знаю, там ОМОН избивает на митингах 19-го года, когда сажают Серебренникова, когда сажают того актера, которого потом освободили и который потом сказал, что готов пойти на войну. Вот. То есть Кукушкин и все остальные, они были всегда как бы артикулированы и громко против режима. А ты всегда, мне казалось, что если это и дело, то как-то прям тихо, если даже не сказать, что незаметно. Я пропускал что-то? Давай конкретно, потому что здесь сейчас глупо, если я начну говорить нет, я всегда поддерживал, я ходил. Во-первых, я действительно ходил по мере возможности на митинги с друзьями. Ну, чаще всего я шел, когда кто-то шел. Я не призывал всех идти, потому что я максимально старался оградить себя от конкретно этой деятельности, потому что это меня разрушает, реально. Во-вторых, давай конкретно. Серебренников, я его поддерживаю. Я поддерживал с первой секунды и до последней. В том числе, как часть съемочной группы фильма «Лето». И потом уже никак часть, и потом в разные ситуации. Просто, ну, я не знаю, что там, что-то там не очевидно. Там даже в моем инстаграме до сих пор все это есть. Конкретно дальше Павел Устинов. Да. Точно так же я... Ты был в пикете? Точно так же я стоял в пикете, точно так же я записывал видеообращения один в один в первые же дни, как и все остальные ребята. Что еще конкретно? То, что я, типа, ну, что еще я мог... Ну, грубо говоря, есть Никита Кукушкин, который... Да, я понимаю, я очень уважаю любви Никитина. Всегда готов был свергнуть, ждал возможности свергнуть режим. Очень уникальный, уникальный пример. Реально просто потрясающий гражданская позиция. Ну, окей, да. Возможно, просто я... Нет, нет, нет. Про Кукушкин это очень хороший пример. Вот, вот так как Никита, я не готов. Я не могу, я просто, моя психика это не выдержит. Никита очень мощный человек. Он готов одновременно заниматься и творчеством, и у него хватит сил на то, чтобы свергать власть и бороться за справедливость. У меня просто не хватит. Реально не хватит. Поэтому со страхом это не имеет ничего общего, если ты более детально посмотрел бы все мои какие-то интервью. Ну, что, наверное, у тебя нет на это время. Думаю, в числе тех, кто прочитал и просмотрел твои интервью, я сейчас где-то близко к топу. Только близкие, я думаю. Может быть, я заблуждаюсь и в моей голове такая картина, что все очевидно. Но я даже не знаю, где можно реально предъявить мне, что я каким-то образом пытался коллаборировать, коллабационировать власть. Ну ты про... Нет-нет-нет, ты путаешь. Нет-нет-нет, ни в коем случае я тебя не обвинюю. Что недостаточно активно ты имеешь. Просто ты... Слово Путина с твоих уст никогда не звучало до 2022 года. А, что конкретно, типа я против Путина. Да-да-да. Вот про что я говорю. Я тебя понял. Да, не звучало, наверное. Не знаю, потому что я априори был против всей этой группировки. Для меня это просто... Это не было никаким образом связано с тем, что я там боялся, что... Я, поверь, даже не потому, что я смелый человек. Я был настолько... У меня просто такой хаос быстрый в голове творился, особенно в начале карьеры, что я даже не успевал задумываться о том, какие мои действия могут меня там отменить или не отменить в России. Вот прям вообще не задумывался. А вся как бы группировка вокруг Путина, она у меня просто ассоциировалась с глобальным злом, против которого мы все, но мы все против него не то, что мы сейчас вилами и там будем тыкать и все сожжем. А мы победим их типа их же средствами, как многие-многие из нас как бы хотели в самом начале всего этого. Когда вот мы... Там, понимаешь, взять их же деньги и сделать какой-нибудь фильм, саботаж. Когда еще была надежда победить все это творчеством, занимаясь творчеством, занимаясь творчеством, не уходя ни во что там мега-агрессивное. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы мы победили так, но, к сожалению, вот видишь, к чему все пришло. Я правда не могу, как Никита Кукушкин, я не могу жить так свою жизнь. Просто не могу. Во-первых, потому что, ну, на этой планете 200, больше 200 стран. Я просто конкретно привязан к этим двум. У меня ментальная связь с этими двумя странами. Но я точно так же, чуть меньше, но я буду болеть там за любую страну на этой планете. И пойти там и погибнуть или сесть ни за одну из них я не хочу и не собираюсь это делать. Потому что у меня одна жизнь. Я буду делать все, что я могу. Я буду делать фильмы, музыку, все остальное. Но я не хочу ни погибать, ни садиться в тюрьму. Океан. Идеальное место, чтобы поговорить про то, где ты вырос. Ты вырос в Крыму. Твой батя моряк. И ты как-то сказал, что 99% моряков ненавидят море. Да. Все действительно так? Да. Может быть не 99%, а 92%. Я не знаю точно. Но... Средин так работает, что нам с тобой сейчас очень классно. Но если и я, и ты завтра получим паспорта моряков и пойдем мотористами и проведем там 6 месяцев, то ты вернешься ненавидящим море. Во-первых, потому что там внутри... Вот мой отец 35 лет там плюс-минус ходит в моря по полгода. Примерно всю жизнь я его не видел. Вот с самого детства. Полгода он есть, полгода его нет. И это накладывает определенную... Вот эта ритуальность ухода в море накладывает очень сильный отпечаток на психику долгосрочных моряков. Потому что ты как бы не принадлежишь этой земле. Ты где-то между миров постоянно. И там находясь, ты уже... Как бы ты можешь, конечно, поснимать на айфон красивый закат и красивый рассвет первые два дня. Потом ты будешь видеть это бесконечно. Плюс ты будешь работать с рыбой или ты будешь мотористом херачить в дизельном отсеке. Как правило, там чуваки, они не о Джеке Лондоне друг с другом разговаривают. Они бесконечно типа, Юра, какого хрена ты оставил там гайки там или что-то. Вахта, не вахта. И просто у меня много друзей реальных моряков, которые... Вот я с ними там рос, я стал актером, который хочет играть моряков в кино, а они стали реальными моряками и они все хотят быть актерами. Потому что реальное море... Я не знаю, какая-то темная магия в этом. Ты идешь в самое красивое место на Земле после... Место во Вселенной после космоса для меня. Море, океан. Но внутри там нет никакой магии для них. Я не знаю, почему. И все... Но там тяжело. Тяжело, рутина, и в принципе на одной романтике ты как бы сыт не будешь. Даже если ты парусное судно, маленькое, 14-футовое, попытаешься на нем хотя бы два часа пройти, ты уже там не на море будешь обращать внимание. Понимаешь? Тебе надо, чтобы тебе пальцы не оторвало тросами. Тебе надо, чтобы не улетел парус, тебе надо, чтобы ее не перевернуло. И ты постоянно этим занимаешься. И как бы моментов выдоха практически нет. Поэтому это такая рутина дальнобойщическая. В каком году ты поступил в ГИТИС? В 2011. Ты поступил в ГИТИС как гражданин Украины. Насколько я знаю, я был первым с 91-го года. по крайней мере первым, кто поступил с украинским гражданством именно в театральный институт. Как ты встретил аннексию Крыма? Я был на третьем курсе получается. Нет. Да, на третьем курсе я учился. И я учился по программе Россотрудничество. Как-то она так называется. Я до сих пор не понимаю, в чем ее суть была. Но это дополнительное бюджетное место для граждан СНГ. Каким-то образом я ее где-то отрыл, нашел в отчаянной попытке поступить на бюджет, потому что платить я не мог никак. 10 тысяч долларов в год по-моему это стоило. Когда все это началось, я совершенно не придал этому никакого значения. Вот говорите честно. Как человек, выросший в Крыму, и я не совру, сказав, что никто никогда реально не задумывался, что украинский язык, русский язык, украинцы, русский. И там ты растешь в принципе немножко в таком пустынном острове, где какая-то своя философия дикого запада. И никогда на полном серьезе ты там не думал про возможные политически большие движения между двумя этими странами. Это вот прямо какая-то полнейшая смесь России и Украины, Крым. То есть я не знаю, что еще более, что еще может быть более полной, полноценной смесью России и Украины, чем Крым. Такие были мои ощущения. И когда все это произошло, мне это, сейчас скажу к своему стыду, казалось чуть ли не битвой элит каких-то. Когда все это происходило, абсолютно было неочевидно для меня, чем это все закончится, чем это может закончиться, что это на самом деле. Я учился на третьем курсе, я был полностью погружен в учебу маниакально. Как ты видишь, я погружен в кино маниакально. Представь, как я выглядел как студент. Мне не волновало почти ничего. Я сначала, может это на месяц, может это на два, может завтра еще что-то поменяется. Мне настолько с самого детства я все это ненавидел и в Украине, и в России. И честно скажу, что с детства я никаким образом не разделял Украину и с Россией. Не в плане, что все мои братья и все мои друзья, а в плане, что это для меня абсолютно одно озеро. Я не давал никаких оценок ни России, ни Украине. Мне было все равно. Я просто жил в русско-украинско-белорусско-говорящем пространстве. Я ездил в Москву, да, мне было сложно что-либо делать с Россией, потому что у меня было украинское гражданство. Я существовал в основной территории Украины, но морально я не мог даже представить, что там кто-то когда-то, мы будем серьезно обсуждать, что ты можешь это, а ты не можешь это, потому что у нас здесь граница и так далее. Это, наверное, не только моя черта, это, в принципе, крымская черта, и которая мне очень нравилась в нас, в крымчанах, что этого даже нет в голове. И я все, что касалось каких-либо движений с политиками, я не могу сказать, что я был вне политики, я просто испытывал дичайшее тошнотворное отвращение, дикое просто, к любым вещам, связанным с каким-нибудь мэром, президентом, губернатором, с войсками какими-нибудь, каким-нибудь военкоматом, потому что мне все это казалось ложью, просто все, каждый человек, который этим занимался, мне казался страшным злодеем, и я не хотел никогда в жизни не иметь к этому отношения. Соответственно, в этом настроении меня застала аннексия Крыма, и я не был достаточно образован, чтобы понять, к чему это может привести, к сожалению. Я могу откровенно сказать, что Россия требовала менять украинские паспорта на российские, это было неизбежное условие, если ты хочешь дальше продолжать взаимодействовать с Крымом. У меня там жила мама, папа, сестра, я ездил туда постоянно, и я учился по программе Россотрудничества, которую я бы потерял, если бы я не поменял, если бы я не взял российское гражданство. Потому что эта программа работает с иностранцами. Отношения с Украиной были разрушены. И я не знаю, что бы произошло, если бы я не взял российский паспорт. Я бы был сейчас, наверное, гордился бы собой, что я был принципиален, но я не уверен, что я, вот сейчас мы вернемся на машине времени назад, я не знаю, как я бы это технически сделал. Я про это вот думал с начала войны. Вот как бы я мог это сделать? Вот я человек довольно принципиальных, радикальных взглядов, вроде как не боящийся большинства вещей. Все равно я не понимаю, как технически я мог бы не взять этот паспорт, потому что я не смог бы, я должен был бы уйти из института тогда. Плюс-минус институт моей мечты. Я должен был бы вернуться в Украину. Откуда я уехал сознательно учиться в Россию, потому что в России есть киноиндустрия, и в Украине на тот момент ее не было. Это мое сознательное решение. И я не был готов предавать свой собственный путь, который не связан ни с какими странами, из-за вещей, в которых я не уверен. И да, все это оказалось совершенно по-другому, сейчас мы все это понимаем, но мне нечего сказать, кроме того, что я на тот момент не мог никак поступить по-другому. Я выбрал панический, все такие, блин, там говорят, типа два месяца, два месяца на принятие решения, а что будет, там действительно был документ. Принятие решения, что вы берете российский паспорт и отдаете украинский. Оставляешь ли ты украинский, либо ты берешь российское гражданство. Насколько я понимаю, там действительно по каким-то, я помню, эти статьи или что-то, что мне там мама присылала, два-три месяца, я не помню точно, давалась на принятие решения, после которого никто не понимал, что будет. Естественно, у всех была паника, особенно, там, в моей семье, что вот, ты не сможешь вернуться в Крым, мы не увидимся, ты должен взять это гражданство или мы должны взять гражданство, или мы не должны. Никто ничего не понимал. И мне было, честно говоря, страшно, что я, например, не смогу, там, мама и моя сестра приехали в Москву в первый раз несколько лет назад. То есть, они очень редко и тяжело передвигались по миру, не хотели. И я действительно боялся, что я не увижу их, что я потеряю место в институте, 10 тысяч долларов. Я никаким образом, ни в каком бы кафе, ни на заправке, нигде бы я не заработал, продолжаю учиться. Я бы потерял свою учебу. К моему стыду, но мне не стыдно, потому что я не мог бы поступить, наверное, по-другому на тот момент. Это неправильное решение, но я не мог бы поступить по-другому. Ты взял российский паспорт и ты сохранил украинский? Сохранил. Вот это меня никто бы не заставил. С какого хера я должен оказываться от украинского гражданства? А в Украине разве нет правила, что нельзя два гражданства иметь? Нельзя пользоваться вторым гражданством на территории Украины. Иметь два гражданства можно. Это все время, этот разговор бесконечный, он длится уже много лет. Все думают, что нельзя, что это противозаконное что-то. Нет, это не так. Это абсолютное заблуждение, которое я имел в себе, по-моему, несколько только лет назад. Я узнал, что на самом деле просто нельзя по этому второму гражданству что-то делать на территории Украины. На территории Украины ты всегда должен въезжать по украинскому паспорту. Сейчас у тебя два паспорта? Да. Что ты планируешь сделать? Это сложный вопрос, потому что, вот я тебе честно, я уже упоминал это, я не имею ощущения родины. Я в данном конфликте полностью на 150% на стороне Украины. Но я не ощущаю Украину своей родиной. Я не ощущаю Россию своей родиной. Я не ощущаю Англию своей родиной. У меня никогда в жизни не было чувства родины. И не потому, что я такой нигилист и придумал себе это. Я действительно считаю, что любое ощущение родины это какие-то ментально-эмоциональные связи, которые ты в себе вырабатываешь какое-то время, находясь где-то, влюбляясь в каких-то людей, дружаясь с ними, что-то вместе создавая, ты получаешь ощущение родины, и это прекрасно. И я получаю вот это ощущение мини-родины от любого места, где я долго работаю, долго люблю каких-то людей, долго с ними дружу. Я начинаю чувствовать ответственность за это место, и мне хочется считать это своим домом, хотя бы временно. Точно так же, приехав в Россию, о которой я ничего не знал до моего приезда в Россию, то есть для меня там Медведев, Путин, Немцов, это все были новые имена. Я вошел из вселенной Марвела во вселенную DC, где я не знал ни одного персонажа. Я полностью заново все это в себя впитывал. Я приехал в другую страну. И что лукавить, я, конечно, мне не нравилось абсолютно все, что происходит в плане политических движений, но за столько лет нахождения там, за 9, по-моему, лет, я прирос, я полюбил это место, я приобрел всех своих друзей, я столько раз влюблялся, столько всего у меня происходило. Поэтому сейчас 9 лет, платив налоги, я их больше не плачу, на секундочку, 9 лет, платив налоги, 9 лет... Все-таки это образование тоже оплачивалось в коалиции Украина-Россия, то есть Россия вложила какие-то деньги в мое образование в ГИТИСе. Я не могу просто сказать, так все, я сейчас сожгу российский паспорт и все. Это действительно дорогое для меня место, за которое у меня всегда будет болеть и куда я хочу вернуться, как только что-то поменяется. Поэтому это сложный вопрос. Я не хотел бы ни отказываться ни от одного, ни от второго гражданства. Как ты думаешь, эта фраза про то, что ты хочешь российский паспорт украинский сохранить? Какую реакцию это вызовет в Украине? Я думаю, это вызовет волну хейта гигантскую. Но если я буду действовать из соображений, что вызовет волну хейта, а что не вызовет, я буду чмом, по-моему. Я буду? Чмом. Если я буду пытаться рассчитать, что вызовет, а что не вызовет волну хейта. Я, еще раз подчеркиваю, я украинец, я 22, не 22, сколько лет, когда я уехал в Россию, в 19. Я 19 лет своей жизни прожил только на территории Украины. Я говорю чисто на украинском языке. И я... Я очень люблю Украину. Я на миллион процентов на стороне Украины в этом конфликте и буду до конца. Но я не могу откреститься от России и сказать, что все, это не мое, до свидания, вы кончены. Потому что это неправда. Это больная страна с кучей прекрасных людей, которых я люблю. У меня до конца жизни останутся вопросы к тем, кто эту войну поддерживал. Вряд ли я когда-то смогу это забыть. Каждого человека, кто поддержал эту войну, я вряд ли это когда-то забуду. Но я не открещусь от людей, которых я в России люблю. Откреститься от этого гражданства это тоже ложь. Я его получил незаконным способом во время незаконной аннексии Крыма, но дальше 9 лет моей деятельности и моей жизни там создали во мне ощущение мини-родины. Второй родины, но тоже родины. Открестившись от этого, я буду последним чмом. Я не хочу этого. Как твоя семья переживает войну? Моя мама украинка, мой папа русский. Мой папа поддерживает Россию в этой войне. Моя мама в шоке и в перманентном шоке до сих пор. Они вместе живут? Нет. С папой моим, к сожалению, я не виделся уже давно. И с 24 февраля я с ним очень мало, ну не то, что очень мало, вообще не общаюсь. Только на день рождения у меня написал сообщение, мое, 22 июля. А, и когда взорвали Крымский мост, он как раз рядом, он возвращался. Он работает моряком в Новой Зеландии, и он возвращался, и он до моста чуть-чуть не доехал, и я ему писал в тот день. Мы больше не общались. Моя семья переживает, ну это максимально библейски переживает эту войну. То есть часть твоей семьи в рядах ВСУ? А папа, он… Ну, не прямые члены семьи, а вот следующий круг в рядах ВСУ. А папа в какой-то момент, я слышал через других людей, что в какой-то момент хотел пойти волонтером за Россию. Но по-моему, его не взяли, насколько я вот слышал, что-то там здоровье, ну ему там немало лет, по здоровью. Он поддерживал русский мир еще до войны? Да, но до этого он не впрямую поддерживал конкретно, вот у него не было такого, что вот Путин, там молодец, все эти дела, такого не было. Он скорее, знаешь, не русский мир поддерживал, а он был против западного мира, который, собственно, ну не особо-то его, к сожалению, видел. Как у него, он же моряк. Это так кажется, что моряки видят весь мир, на самом деле, они закрыты в своем корабле, вот, то есть ты летаешь туда, через весь мир ты летишь в Новую Зеландию, дальше ты там ходишь до Австралии, до Антарктиды, ну там, где рыба будет, это рыбное судно, вот, и потом возвращаешься в порт, потом летишь обратно. То есть он не ходит по всему миру, каждый корабль, ну я не хочу соврать, но вот конкретно компания отца, она вот работает в секторе определенном. Вот много-много лет он туда летает. Мой отец всегда был убежден с переменным успехом, я иногда побеждал в его голове, ну, потому что я всегда ему, как бы, какой-то своей глобалистской пропагандой занимался, что типа нет, посмотри, я с Джудом Лоу, все хорошо, меня никто, вообще никто, всем вообще совершенно насрать, там, из какой я страны, все хорошо. Вот, иногда я побеждал, иногда я проигрывал, но главная его идея всегда была в том, что типа да там фейковые улыбки, да это что там, лучше что ли, там типа везде так, все вот пытаются развалить, и так далее. Ну, в принципе, там ничего такого особенного, риторика там очень многих бать, такая батиская риторика, батиская советская риторика. Это как бы не трагедия моего отца, это проблема очень большая. Отец, к сожалению, ну, вот оказался к ней причастен. Когда, ну, началась совсем жесть, когда началась полномасштабная война, ты не пробовал, там, хотя бы один вечер или один разговор потратить на то, чтобы его переубедить? Он был в этот момент на другом конце земли, я не мог, я бы так лично встретился, конечно, с ним. И до этого у нас такой, знаешь, впервые в жизни было уже близкое общение. Мы никогда близко не общались, а последние годы, с тех пор, как я начал уже наполовину в Англии жить, мы начали вот как-то сближаться, 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 там, и вот я как-то стал взрослеть в этом плане. Не типа, папа, все, что ты за херню несешь? Я совершенно не согласен. Это раньше как было, да? А потом я начал чувствовать, типа, блин, это моя ответственность, чтобы построить этот мост. Это реально только моя ответственность. Если папа сейчас не может построить этот мост между нами, значит, я его построю. Я его начал строить, и как бы даже получалось. Пока не случилось 24 февраля, когда случилось, я был уверен, что, в принципе, мы уже так близки. Я ему из аэропорта, выезжая из России, записал чуть ли не 15-минутное голосовое, где объяснял все, что происходит, ведь он на другом конце земли, и я ему все объясню, чтобы он там не новости смотрел. Вот. На что он мне прослушал, не ответил, но я думаю, времени нет, наверное, сейчас ответит. Да, конечно, там все дела, я понимаю. На что он ответил, что это, ну, вот там, фашисты, дедов перебивали наших, и там, по его всей линии, и вот я буду со своей страной. Ну, после этого я не знаю, ну, как бы, пока не знаю, как подступиться, но я не откажусь от своего отца. Слушай, но при том, что он до 2014 года был гражданином Украины, своей страной он считает Россию. Да, ну, потому что он был, он всегда, он же из советской армии, там, все дела, это, он, как бы, действительно русский всегда был и по крови, и в голове, и вот. Но он, как бы, это совершенно, на самом деле, это кристально чистый человек, умнейший, добрейший, просто, который готов там отдать, если у кого-то там денег нет, он будет ворчать, но он отдаст все деньги любому человеку, в окружении, у которого какая-то беда. И поэтому это, это чистое вот влияние среды и какие-то его личные травмы и так далее. Я уверен, что я найду способ рано или поздно. Слава богу, его не взяли никуда, ни в какое там волонтерство и так далее за российскую армию. Соответственно, он не наделал непоправимых вещей. Но вот типа сначала первые месяцы я говорил, все, короче, значит это все, значит Тарас Бульба, все. Сейчас, через год, я говорю, нет, никакой Путин, никакая война, я не дам это сделать. Я не дам, как бы, ну ладно. Отобрать у меня отца, и все будет хорошо. Я рано или поздно, но друг друга поймем, он все поймет. Это моя работа. Ты выступил против войны, пишут ли тебе что-то из Крыма? Да, ну, то есть мне много чего пишут, там, понятно, что пишут, как и всем пожелания смерти, и там, мразь, сдохни. ты про Инстаграм, в первую очередь. Да, но я в основном только в Инстаграме как-то читаю что-то, что типа, ну, всю эту классику, типа, вот русские деньги, ты зарабатывал на России, там, мы тебя кормили, мы тебя создали, ты никому не нужен, кому-то, ну, ты продался, будешь играть русских, там, этих злодеев. Ну, это все классика, это пишут, по-моему, всем. Но, конечно, самое ценное, это то, что пишут из Крыма. Там, конечно, есть сообщения, типа, как так, еще и крымский, из самого главного русского города, мразь, предатель, проукраинский, и так далее. Это одно, но самое трогательное, это когда, так снисходительно, пишут, типа, ну, хорош, хорэ, возвращайся домой уже. Ну вот, Саня, ну кончай поебываться, возвращайся домой. Это, это... По-доброму. Да, это, это вообще, это очень, это вызывает такой микс чувств странных. Это не вызывает, типа, ощущение, ну, просто, ну, несчастный, больной человек. Нет, это вызывает ощущение, типа, блядь, как же все это трагично. Понимаешь, о чем я говорю? Это, это, это вот, блин, просто меня ранит больше всего. Ну, поучастливая, человек участливый, может быть, даже добрый, а направить эту участливость и доброту в нужное русло не получилось. Там нет ненависти, они готовы меня принять обратно, только они даже и не понимают, и никогда не поймут, почему я уехал. И я не могу этих людей ненавидеть, я их тоже, частью своего сердца, люблю, понимаешь? И это пиздец, как трагично для меня. Тебя же политика до 2022 года не сильно интересовала. Ну, что такое политика? В данном случае. Ну, смотри, вот ты говоришь, что ты всегда был против этого режима, но, например, в 2017 году ты снимался в короткометражке по рассказу Прилепина. Понятно, что когда-то Прилепин был хорошим писателем, вот, и там по его книге, собственно, Кирилл Серебренников еще снимал, делал спектакль. Понятно, почему там кому-то из художников хочется делать по его произведениям что-то. Но 2017 год, он уже активный деятель ДНР, он уже, собственно, участник войны на Донбассе. В этом контексте, да, я даже этого не знал. Ты крымчанин, который, как ты говоришь, который сейчас за Украину. Но при этом в 2017 году разве про Прилепина не все было понятно уже? Нет, я вот к своему стыду скажу, я вообще даже не знал, что он делает. Я, в принципе, узнал, кто такой Прилепин просто из этого рассказа. То есть, когда меня утвердили в это кино, я там прочел, ну, вот, Захар Прилепин. И все, я, честно говоря, даже не знал, что есть такой писатель. Я в этом смысле я не лукавлю, это тут, тут как бы, ну... Подожди, а спектакль от Морозки ты не видел? Нет, я не видел ничего этого. Я, мне кажется, я не знал, кто такой Серебренников в 2017 году. Еще раз, я просто хочу напомнить, я до 2000, до переезда в Россию жил в другом контексте совершенно. Я знал, понимаешь, что происходит в Украине. Но, что происходит в России, я начал это все... Ну, представь, ты переезжаешь в полностью новую страну для тебя, ты там что-то по телевизору увидел, но все равно это контекстуально новая для тебя страна. И постепенно я начинал это впитывать, впитывать, понимать, что-то там для себя решать, принимать какие-то стороны. И да, я не знал, кто такой Захар Прилепин, честное слово. Просто не знал. Замечательная короткометражка была. Так, в 2017-м ты не знал, кто такой Серебренников? В фильме Лето ты когда снимался? С 17-го, 18-го года? А, нет, вот в 17-м я и узнал. Собственно, я слышал, что есть режиссер Серебренников. Я же настолько, ну, я не фанат театра, я не ходил, не смотрел никакие спектакли. Я просто слышал, что есть такой чувак, но я так же, как я слышал, что есть Додин и кто-то еще. И вот просто я снимался в фильме «Кислота», и Саша Горчилин показал материал Кириллу Семеновичу, и Кирилл Семенович позвал меня на встречу, чтобы обсудить, возможно, роль в Лете. Так я вообще узнал, кто это такой. В самом конце июня закрывали Google Center, и ты неожиданно выступил там. Я так понимаю, что ты... Это тот случай, когда я случайно реально выступил. Твоя цитата. «Все, к чему притронется эта страна в том виде, в котором она сейчас есть, все живое будет умирать. Это просто вот как в компьютерной игре Warcraft. Просто нежить. Дотрагивается, все умирает. Не важно, насколько ты великий художник. Всех убьют». А ты это откуда читаешь? Ты снял с интервью? Да, с видео. Ты снял? Это не кто-то снял? Ты снял? Да. А, окей. Да. Ну, видишь, я как стоязычный человек, когда это приводится в печать, это глупее звучит. Ну, это, да, довольно спонтанное высказывание было. Я не планировал, потому что как раз был тот проект, когда я заканчивал фильм, и мне надо было никого не подставить, и на следующее утро просто все вот так вот сделали. Я сам такой, ну, блин, из ссори. Ну, я случайно просто выходил с курилки, мы с Арамом, с моим другом шли, и вот меня застали. Что ты думаешь? Ну, я говорю, ну, это все, это просто капец. Да, я был на эмоциях чуть-чуть от закрытия мугольцентра. Пропаганда за тебя потом взялась? Это именно тот момент, когда она взялась, когда я случайно, случайно как бы высказал свою позицию так агрессивно. Потом Прилепин, по-моему, появился. Захар Прилепин, что-то там в своем телеграме выложил. Потом, да-да-да, потом все начало расходиться по каким-то зад-пабликам. А, потом еще была новость, что я буду играть Николая Гумилева. Мы хотели сделать фильм с Леной Хазановой и хотели его делать не в России, но про Николая Гумилева, Анну Ахматову и Модельяне. Вот. И там это использовали как предлог, что типа вот мразь, как бы антироссийская, будет играть патриота, патриота, значит, Николая Гумилева. Типа вот посмотрите, вот это как бы пример патриота России и пример типа предателя. И вот меня сравнивали так. Фильма не будет в итоге? Нет, при том не потому, что меня, не из-за меня, а потому что режиссер подписал в начале войны антивоенное письмо. Как-то это все связали и ее убрали. У тебя много фильмов, в которых ты принял участие до того, как началась война или ты там доснимался, и до того, как ты высказался против войны и за Украину. Например, вышел фильм «Клипмейкеры» в январе этого года. Я так понимаю, там вообще замечательная ситуация сложилась. Люди, которые принимали активное участие в этом фильме на момент премьеры в России уже не жили. Поправляй, где они прав. Режиссер Константинопольский уехал, ты, исполнявший одну из главных ролей, уехал, Мария Шалаева уехала, Молочников, который одну из ролей играл, уехал, Игор Чилин тоже уехал. Кто был на премьере? На премьере был остальной каст, и из главной шайки там был Арам Вардаванян, один из моих ближайших и лучших друзей, замечательный актер и человек. И он пришел на премьеру. Ну там, по-моему, старались как-то вообще не упоминать тему войны, уехавших и так далее, потому что довольно стрёмная ситуация, ни режиссера, ни актеров, просто никого. И просто все такие премьеры в художественном, все дела, ну что делать, как бы фильм-то выходит, ну тоже игнорировать его просто. И Арам пришел туда в футболке, где он распечатал фотографию, где мы вчетвером, все уехавшие. И вот он просто стоял на сцене вот так. И там, по-моему, кто-то объявлял, ну и вот в этом фильме сыграли замечательные та-та-та-та, вот у нас на сцене художник по костюмам, там, пам-пам-пам, один из исполнителей главных ролей, замечательный, там, обновляя Арам. И Арам просто микрофон берет и просто хотел напомнить еще вот здесь Маша Шалаева, Саша Горчилин и вот Саша Кузнецов. Вот, замечательные актеры, мы все вместе сыграли с ним. Спасибо. Поэтому он мой лучший друг. Смешно, что вы все в одном фильме собрались. Не так много актеров уехали, но вот в фильме, который про, не знаю, как ты интерпретируешь фильм клипмейкера, но это же фильм про потерянную, безумную, не всегда прикольную, но свободу 90-х. Про то, как на смене той свободы пришли чекисты. Вот. И смешно, что почти все, кто его делал, вынуждены были по политическим причинам уехать. Ну, я горжусь, что так вышло. Это как бы приятно знать, что это правильная команда была. Ну, да, да, этот фильм прям... Смешно, что он еще вышел на Новый год, типа, это новогоднее кино. Это очень трагичное кино, на самом деле, правда. Ты до конца досмотрел? Конечно. Это сказка, полусказка, но она очень трагичная для меня. Полусказка, хоть это и автобиография... Ну, полусказка по жанру я имею в виду, по жанру, потому что это мог бы быть боепик какой-то такой, без музыки, просто херачить могли. Но это, да, это такая очень музыкальная сказка. Вот. Трагичная, абсолютно понятна, понятной ценности, там, и нашей, ну, и создателей. Ну, ее пытаются, как ставят елку на афишу и выпускают, как новогоднее кино. А вы были на афише? Мы были на афише на маленьких телевизорах. Таких, там, типа, куча телевизоров, там, огромная елка, девушка-актриса вверху, вот, Кристина. И мы на маленьких телевизорах. А это из-за того, что вы свалили? Это я не могу знать. Я думаю, что, ну, на всякий случай, там, тут я даже не могу, честно говоря, никого обвинять, потому что, ну, как бы фильм выходит, им надо выпускать его. Ты играл Бондарчука. Я играл, я не могу так говорить, не потому что, не по политическим причинам, а потому что это художественная задумка. Это сборный образ, который чем-то, где-то навеян и может напоминать как бы Федор Сергеевич. Да, ну, по-моему, там очевидно у всех прототипы. Дуни Смирнова. Поэтому это и творчество, потому что это очевидно из кино, а не потому что я тебе это говорю. Вот типа ты догадался, ну и что? Ты общался с ним, когда делал роль? Нет, это не моя была, ну, как бы, это ответственность не моя была, это ответственность была продюсеров и Григория Михайловича. И, насколько я понимаю, он был не против этой идеи. Вот. И он был очень благородный, насколько я понимаю, не вмешивался в это все. Ну, как бы я не играл, это действительно немножко сборный образ. Мы не играли никакие факты из его жизни. Если бы мы играли, конечно, это была бы совершенно другая штука. Я должен был бы переселиться в квартиру к Федору Сергеевичу и жить там под лестницей и наблюдать за ним, делать заметки, как там Джонни Депп во время съемок фильма «Кокаин» он уехал и, ты знаешь, встречался с этим чуваком, жил даже с ним, по-моему, чтобы снять с него. Это вообще очень правильно. Если ты играешь реальную биографию, будь добр, поехать на край мира и там с ним три месяца прожить с этим человеком, иначе что-то будешь играть. А здесь как бы это совершенно другое. Это, ну, это хулиганство в самом хорошем смысле. И Федор Сергеевич очень благородно не, ну, как бы, не говорил, типа, что это вы там делаете, пожалуйста, вообще, типа, даже не касайтесь меня. Он оценил это хулиганство, по-моему. Ты продолжаешь с ним общаться сейчас? С Федором Сергеевичем? Да. Я никогда с ним напрямую не общался, я всегда его уважал, но очень уважал и уважаю. Но я не в прямом контакте с ним. А сейчас тоже уважаешь? Да. Потому что, как бы, человек действительно глубоко в этой всей инфраструктуре, насколько я понимаю, я ничего здесь не могу утверждать, я не знаю ничего. Не только потому, что я не хочу знать, а потому, что я просто не образован в этом плане. Реально. У меня мало информации в голове насчет этого. и его как бы неучастие, это очень большой шаг. Это очень вообще важный нюанс, что, например, вот у меня есть один друг в России, это связано с этой историей, который вот замечательный просто человек, абсолютно против войны, просто ни одного сомнения. Он хочет уехать, он поддерживает Украину, он против Путина, и он остается там и снимается там в кино. Потому что я абсолютно точно знаю, что он не может уехать. У него нет денег, у него нет возможностей. Я знаю в деталях, почему он не может уехать. И я знаю в деталях, что он абсолютно против этой войны и максимально пытается сделать все, что он может. Но со стороны, вот ты не знаешь этого человека, не знаешь, о ком я говорю. Ты на него посмотришь, скажешь, что он работает, что он просто молчит, снимается на кровавые деньги, и значит, вот он вот такой вот плохой. Точно так же, каждый раз, когда у меня возникает какое-то желание кого-то осудить, я вспоминаю, что никто не знает ни моих обстоятельств, ни я их обстоятельств не знаю. Кто-то может быть злодей, кто-то может быть заложник ситуации, кто-то может быть... Я ничего не знаю, ни о ком. Но ты говоришь про тех, кто публично не участвует. Да. А те, кто... Просто так-то может... Нет, нет, Бондарчук нет, он просто молчит. Но просто так-то можно и оправдать тех, кто зигует в Лужниках. Нет, нет, конечно, я не говорю о них. Я говорю только о тех, кто хранит молчание. Потому что на самом деле, ну, я бы тоже хранил, наверное, молчание, если бы там у меня... Я не был, например, ну, как бы, если бы у меня семье, часть семьи не воевала за Украину, я бы, наверное, тоже играл бы в эту игру. Вот. И делал бы все, что мог, но хранил бы, наверное, молчание. Чтобы там что-то не разрушить. Если бы я не мог уехать, грубо говоря. Ты в 2019 году в интервью «Медузе» ты говорил, что не будешь играть маленькие роли фейсбшников и хулиганов на Западе. При этом в 2022 году с тобой выходит сериал «Химера». Кого ты там играешь? Майора ФСК? Майора ФСК? Ну, это все на Западе. Это не считается, да? Что ты говорил про Запад, а это про Россию? Не-не, если ты посмотришь сериал, там вообще нет вопросов. Конечно, ну, смотри, самые всегда злачные роли таких психопатов каких-то, знаешь, очень интересных, они всегда связаны вообще во всех кинематографах мира с какими-то работниками каких-то служб. Потому что это инфраструктура страны. Я же не мог там играть, я не знаю, я не мог в сериале «Химера» играть работника спецслужб Турции или Америки. Это вне контекста. То есть мы живем все равно в контексте того, что это это ментовская страна. То есть на этом построена, ну, это часть уже культурного кода. Сколько вообще всего делается про это. То, что я против путинской политики, совершенно не означает, что я как бы не буду играть ментов. Это может быть очень... Ну, в России, я имею в виду. Это очень интересно, это безумно интересно. Тем более, этот чувак, которого я там играю, там это просто никаким... контекстуально это никаким образом не связано ни с Россией, ни вообще с работой, с философией силовых структур. Это конкретно личная трагедия. Это вот немножко как фильм «Заложница», «Заложница», по-моему, с... на кого я, собственно, ориентировался. С Джейком Джилленхоллом, где он играет вот этого ментас, у которого тик. Вот. Мне совершенно все равно, там, что в... в «Заложницах» там этот чувак работает на американскую или какую-то там полицию. Мне важно, что с этим человеком происходит. Если в фильме нет самого пропаганды, это очень... Таким образом можно вообще играть, я не знаю, тогда надо просто выходить в поле, садиться на стул и играть аудиоспектакль. Все абсолютно в России связано так или иначе с чем-то, что сейчас замарано этой войной. Но это тогда... Подход про ФСБшников, это именно... Ты имеешь в виду, что на экспорт ты бы так не играл? Да, да. Я ни в коем случае... Вот сейчас я даю это интервью, и я не знаю, не знаю, смогу ли я вернуться в Россию в ближайшие годы. Да, я не знаю, что будет. Соответственно, мне... Ну, я буду стараться играть в кино на Западе и так далее. И если мне сейчас предложат маленькую роль злого русского ФСБшника, я не буду это делать. Как я сказал тогда, так я и придерживаюсь этого. А хорошего русского ФСБшника? Ну, ты говоришь про какие-то глупые крайности. Вот типа одной краской или другой. Если это интересная, многогранная роль, которая входит винтиком в большую конструкцию, которая несет умную, красивую мысль, то, конечно, да. Но я не буду играть никакие, как называется, карикатурные роли. Я имел в виду... Блин, я так... Это интервью еще неизвестно, сколько пародит вообще каких-то моих кривых цитат, но я тогда имел в виду, что я не буду играть ничего карикатурного даже в странах, которые меня безумно привлекают своим кинематографом. Потому что это дело не в Западе и в России. Дело в том, что играть карикатурную херню это преступление против своей профессии. Ты снимался в фильме, который практически неизвестен в России, но очень зашел западной аудитории. Папа, сдохни. Как это было? За 19 или 20 дней мы его сняли просто в полном аду. У тебя есть понимание, почему в России это вообще не замечено прошло? Я понимаю, там фестиваль «Окно в Европу» он выиграл, но большинство узнали, когда на «Rotten Tomatoes», кажется, было огромное количество положительных рецензий. 99 даже было в какой-то момент, что было странно. Во-первых, это действительно мега талантливый режиссер Кирилл Соколов, он сейчас, насколько я понимаю, снимает в Америке что-то. Это абсолютный псих, который сконструировал этот фильм от и до. Он все расписал, он принес мне эти сцены драк, полностью нарисованные, с реакциями, с оценками, по секундам. Все было готово. Поэтому это было сплошное удовольствие в плане техники точно. Почему он на Западе выстрелил, здесь не выстрелил, или здесь выстрелил после того, как выстрелил на Западе, потому что это же все-таки кровавые разборки внутри квартиры российского мента. Ты понимаешь, это все такая балабановщина немножко в мультяшном виде. И это очень новая тема для Запада, очень непонятная, привлекательная, когда ты видишь тарантиновские приемы. Но они настолько наполнены мраком темноты, мраком темноты российской действительности. Это как бы, ты не можешь это получить в Америке или в Европе, поэтому это было очень новое для них. А когда Соколов приходил, он формулировал, делаем как у Тарантино. Потому что там вот прям, ну очевидно, желание сделать похожим образом. Нет, нет. Он сам выглядел, как молодой Тарантино, потому что вот он посмотрел миллион фильмов, пришел и такой, я вот знаю, как это делать. И ты сразу веришь в этом человеку, потому что, по сути, мне кажется, такой и должен быть кинематографист. Но он никогда не говорил, давайте как у этого, давайте как у того. Он просто приносил конкретные референсы и делал. Это очень уверенный, серьезный режиссер, он будет большим чуваком. А Тарантино, по-моему, видел этот фильм, кстати. Ты знаешь? Мне рассказали потом, что он его видел, и он его поместил в какой-то топ-10, чего-то там. Сердце Парма. Да. Один из важных проектов, страшно сказать, канала «Россия-1», который выходит уже после того, как пропаганда тебя всячески мочит за то, что ты высказался против войны и за Украину. Ты удивился, что это вышло? Это не могло не выйти, потому что очень много денег было потрачено, и у них, я так понимаю, не было других фильмов. Да, меня не удивило, что она вышла. Наоборот, мне очень жаль, что мне пришлось там высказаться до того, как этот фильм вышел. Я не хотел бы повредить ни одному своему фильму. Я понимаю, я вот совершенно не из тех, кто будет призывать, что вот все, надо все сжечь, все должны высказаться. Россия и ситуация там настолько сложная, что это невозможно. Кто как бы что ни кричал, это невозможно. Все слишком запутано, слишком все связаны. Это полная катастрофа, то, что там происходит в этом плане. И я хотел бы не повредить своим фильмом, я хотел бы, чтобы сердце Пармы не было повреждено, потому что в своей сути, помимо одной маленькой детали, которую я потом расскажу про этот фильм, в своей сути, это абсолютно анти-тоталитарное кино. Только поэтому я на него и согласился. Это кино про то, как Россия колонизировала другие территории. Пермский край. Ну, один из примеров. Парма. Ну да, это конкретно. Фильм и книга про то, как Россия колонизировала, собственно, на те территории. Через кровь, страдания и... Через полную жесть. Через полную жесть. Полную. И, конечно, когда мы все подписывались под это, я только ходил и задался вопрос, почему мы снимаем это, почему вообще это спонсирует государство. Маленькое ответвление, государство спонсирует почти 99% фильмов в России. потому что, к сожалению, в России киноиндустрия и, в принципе, искусство и вообще культурный код приватизированы государством. И так быть не должно, я считаю, ни в одной стране. Там в Англии, в Америке очень много частных денег, частных студий вкладывается в кино, поэтому они, ну, не обязаны, как минимум морально, они не обязаны считаться с тем, что эти деньги от государства. У нас практически это невозможно. Тебя удивляло, почему спонсируют? Да, меня удивляло. Почему спонсируют? Потому что это очень-очень антигосударственное кино. Не то, чтобы антикремлевское, ну, потому что тогда еще как бы это были другие немножко времена. Не антипутинское имеется в виду, но антитоталитарное абсолютно. Я удивлялся, что они, неужели они не видят, что это продвигает, ну, в общем, это идет в разрез с политикой партии, даже не с политикой, а с той философией, которую последние годы пытается вот российское правительство продвигать. Что вот мы, типа, особенная избранная нация, мы можем там все на свете, и мы ответственны за что-то там, в мире, чтобы этот мир там против, от зла защищать. Это абсолютно было про другое, про то, что там есть даже сцена, где заходит Женя Миронов в храм, который, типа, в моем городе стоит, правителя. И там и крест православный, и какие-то лапки гусиные, и какой-то там какой-то идол деревянный. Абсолютно все религии намешаны, никого это не смущало, все, типа, молились разным богам, более-менее иронично к этому относились. Ну, я не знаю, я, опять же, я ничего не знаю про историю реальную, я вот говорю то, что мы делали там, то, что было в книге, то, что было, насколько я понимаю, и то, что было в сценарии. И это продвигало очень активно вот идею, что вот, на самом деле, это, вот эта тема, когда ты вообще всех принимаешь, и все вместе живут, как в Новом Ковчеге. И я реально не понимал, ну, как же вообще, я думал, я сидел, разгадывал это требуется, ну, что же они на монтаже могут так поменять, чтобы это вот, как бы, стало служить какой-нибудь пропагандической идеей. И я не мог найти ответа, мы спокойно это делали, плюс я реально во все моменты боролся за максимально как бы какое-то такое жестокое кино. И оно реально жестоким получилось, особенно там финальная битва и все остальное. Там, короче, такая штука была, что когда в конце я проигрываю, я и мои люди, моя армия проигрывает, нас остается, мы уводим все гражданское население, нас остается, раз, два, три, четыре, пять человек на башне, и мы вот пять полководцев, мы на себя принимаем удар всей армии, и вот все, там кто-то из нас погибает, а всех остальных нас забирают в четверг, а, Сергей Пускепалис, покойный, погибает там, в этой сцене, и нас в четверг забирают в Москву, отвозят и держат в темнице семь лет. На пятый год приходят люди, и мы сняли эту сцену, и я до сих пор считаю, что это одна из, это вряд ли уже с актерством связано, это какое-то животное актерство было, когда приходят рано утром, вдруг, а мы как бы, как вообще безумные, какие-то безумные люди, мы ничего не понимаем, вдруг их раздевают, всех моих полководцев, на них надевают белые рубашки и уводят. Их хотели забрать, чтобы посадить на кол. И я начинаю драться с этими опричниками. И это была страшнейшая сцена, потому что там, ты чё, это просто был ужас, честно говоря. Мы там, я рвался, мы дрались, там эти парики, все друг друга реально просто херачили, их уводили, потому что по-другому нельзя такое сыграть. Невозможно. Ты пытаешься своих друзей спасти от того, что их убили прямо сейчас. Дальше их уводили, сажали их на кол, мы это сняли, все, как их сажают на кол. Ты понимаешь, просто там с кучей грима и так далее. А я в этот момент типа за решеткой пытался решетку сломать. Я в итоге вырвал, вырвал эту железную цепь из каменной стены, реквизиторы были очень недовольны, потому что я реально все это дергал, там все было реально в ссадинах, в крови. И я так орал, я типа что я в какой-то момент от того, что я передышал, я немножко отключился. То есть это не совсем искусство, но некоторые сцены требуют животного подхода. Когда Сергей Астахов, оператор «Брата» и «Брата 2», легендарный, который снимал этот фильм, как мне рассказывал Антон Мегердичев, что вот Астахов тогда вышел, то ли он посмотрел плейбэк, то ли вот только мы сняли, и он сказал, ну вот теперь я типа не боюсь, что будут говорить, что я вот только «Брата» снял. Вот мы сняли такую сцену, я типа горжусь этим. И все понимали на монтаже, что это лучшая сцена и так далее. И мы прям все про нее постоянно говорили. Потом я прихожу, потом начинается война. Было понятно, что сейчас что-то может уже начаться с Украины. Вырезали все это. Всю темницу вообще вырезали. Абсолютно всю. И надо отдать должное Антону Мегердичеву, он боролся, он реально до последнего боролся, чтобы это осталось. Но, насколько я понял, они боялись... Там еще сцена, где приходит Бондарчук, который играет Ивана Грозного. И он со мной разговаривает и говорит, типа, ну что ты... И большой монолог дает, почему они все это делают, типа, кремлевские. И они боялись, что... И вырезали всю эту темницу вообще. И теперь получается так, что в фильме меня там в этой башне, как будто бы все погибают, один я остаюсь. И меня отвозят в темницу, как будто бы одного, и как будто бы я там сижу, типа, год. И после этого я ломаюсь, целую крест, становлюсь крестьянином, возвращаюсь пахать землю, ко мне возвращается жена и хэппи-энд. Но это очень разный контекст, когда людей свели с ума и на его глазах посадили его друзей на кол. И потом после этого он еще два года сидел в темнице, один. И я просто ходил там, складывал камушки, мы делали... Так это же две концовки разные получаются прям. Да, сама концовка одинаковая, но вот эта маленькая прослойка, это очень важно. Свели человека с ума и его просто морально сломали, после чего он поцеловал крест, и просто ему уже, ну, настолько у него никаких вообще не осталось сил внутри, никаких, ни ментальных, ни эмоциональных, ни психических, никаких, что он просто вернулся, пахал землю, и он очень был рад видеть своих детей и так далее. Мне кажется, что они уповали сейчас на то, что вот этот фильм покажет, что да, ребята, ну это классно, вот типа быть вместе и все дела, но вот посмотрите, как бы... А на помощь-то никто не пришел механу, когда вот Москва пришла воевать? потому что нужна система, потому что нужна система, нужен один язык, нужно вот всех объединять, и, к сожалению, объединять не получается вот типа мягко. Иногда, к сожалению, там есть фраза «Земля к земле кровью прирастает». Это, считаю, это самая просто страшная фраза, которую можно педалировать, как слоган фильма. Я там произношу такой текст чуть-чуть в другом контексте, вот, когда типа меня жестко этому учат, и я вот говорю, «Неужели так?» Сцены вырезали только, чтобы люди не увидели связь по жестокости между Путиным и Иваном Грозным. Да, это одна из догадок. Я думаю, что есть в этом правда. Но главное еще в том, что я действительно... Что типа со мной поговорил Иван Грозный, и он мне объяснил этим монологом, «Ну да, ну чувак, я тоже все понимаю, но ты борешься, ты классный чувак, но вот как бы да, нужно объединять. По-другому никак, вы просто все друг друга перебьете, поэтому мы, да, кровью, ну чуть-чуть кровью там прольем, но мы всех объединим». И я думаю, что в этом идея, что я такой типа, ну блин, понимаю, да, поцеловал крест, вернулся и стал крестьянином, типа, будьте крестьянином, не лезьте там в политику, не надо вот про это все думать. Это все не произносится. Я тебе говорю, это то, что мне сейчас от концовки фильма у меня вот такое послевкусие. Конечно, любой умный человек видит все насквозь, потому что невозможно снять фильм про одно, вдруг талантливо так перемонтировать, чтобы даже не осталось у тебя и следа от этого клея, который они оттерли. Просто у тебя, знаешь, стена, с которой содрали картину, а от нее куски остались. Поэтому так выглядит этот фильм для меня. И я думаю, что, ну, создатели боролись до последнего, но ввиду того, что это большое кино, война началась, они его еще педалировали со всех каналов. Еще я главный актер вообще как бы из Украины. То есть получился эффект, как у «Союза спасения». Там же тоже главная мысль получается, что, блин, не лезьте. Да, но я думаю, в «Союзе спасения» в принципе изначально они не планировали. То есть они не на монтаже это все поменяли. Я не видел. Я насколько вот слышал историю. А здесь мы действительно искренне делали фильм про то, что как бы не надо вообще друг на друга нападать. Можно вообще молиться куриным лапкам, и это нормально. Вот. Главное, чтобы работало с тобой. И еще у тебя планируется к выходу сериал «Шаман». Да. Я слышал, что это какой-то дикий сериал. Что ты можешь рассказать про него из-за того, что… Это от создателей «Скифа». Моего, грубо говоря, первого такого сознательного фильма. Рустам Масафир. Дима Карначек, оператор. Я думаю, что это лучшее, что я на данный момент в жизни делал. И я видел там первую серию, я видел кусочки какие-то. Я думаю, что это лучшее, что я делал. Я надеюсь, что это все когда-то выйдет. Это просто полное безумие. Я так, в принципе, могу о многих фильмах сказать, но здесь это вот прямо это безумие. Это вот то, ради чего стоит делать кино. Мы уехали… Мы сначала сняли «Пилот» «Безумный» за 8 или 9 дней. Потом, через два года, когда уже одобрили весь сериал, это, по-моему, 8 серий, мы уехали в Казахстан на полгода, и там все это снимали в полях, в горах, повсюду. Это, грубо говоря, смесь «Во все тяжкие», «Breaking Bad», «Звездных войн», какого-нибудь дикого вестерна с людоедами, и фильма «Константин» с Кианом Ривзом. Это про, собственно… И ты там мент? Я там мент. Только это волнует. Не-не, просто что… Так ментов очень много в России, Юля. Невозможно. То есть просто каждая вторая роль – это менты. Надеюсь, это когда-то поменяется, но пока это так. Вот, я там мент, ну, как бы в маленьком поселке, вообще непонятно… Там русских актеров было вообще там человека три-четыре. Все остальные – это были актеры, собственно, там, буряты, казахи, абсолютно просто фантастические все актеры. Реально очень сложно было играть на их фоне, потому что там другая степень. Вот правда, о которой мы с тобой как-то разговаривали, там вообще сложно сказать, когда они играют. Это было замечательно. И поселок, и я там мент, который бухает водку, стреляет из пистолета, такой вот несчастный мент, охотится на бандитов. Но он из семьи, где в восьмом поколении из семьи шаманов. И это реальная тема, это для нас, наверное, где-то в Москве или сейчас здесь в Порте зазвучит странно, шаманство, но это практически часть там религии, культуры, ментальности в тех землях. И вот он, на самом деле, еще и шаман, и он это не хочет принимать, но ему приходится, и он начинает ходить в астрал. Астрал весь... То есть примерно, не знаю, наверное, 25% фильма или 20, или 30, я не знаю, мы проводим в астрале. Это практически как в ночном дозоре, когда они уходят в сумрак. Там это гениально было сделано, по-моему. Вот. А мы уходим в астрал. Это реальная тема, куда вот, вот типа, есть выражение, ты типа, что в астрале был или что? Это же реальное место для шаманов. То есть они делают обряд, надевают какой-то элемент костюма, и они впадают в транс, где они, их дух переходит в астрал. Вот. И в этом астрале можно было бы все это, конечно, снять таким, не знаешь, таким фэнтези, хоррор, фэнтези темным. Но мы это все сняли очень рок-н-ролльно, потому что это Рустам. Все эти, знаешь, у меня там куртка, в которой я хожу в этот астрал. Это ментовская кожаная куртка, которую мы нашли непонятно где, и на ней наш художник Андрей Назаров нарисовал такого ворона белого. То есть все немножко, как, правда, в фильме «Ворон», собственно, с сыном Брюса Ли. Вот, я хожу в этот астрал, и этот астрал мы снимали на термокамеру, что было просто невероятно сложно. Что такое термокамера? Термокамера – это вот, собственно, камера, которая фиксирует не изображение, не света, она фиксирует именно тепло. То есть она видит только тепло. Как тепловизор. Да, чуть-чуть похоже на рентген по картинке, вот, но не тепловизор, ближе к картинке рентгена. Это безумно круто выглядит. И вот весь астрал мы сняли так, но для этого мы эту камеру тестировали, Дима Карначи, как сумасшедший ученый, вез ее из Германии, там, что-то. И прикол в том, что ты не можешь просто выйти и сыграть там. В Астралии ты находишься без одежды, в Астралии нет одежды. В Астралии ты, типа, должен быть голый. Вот так, ну, если верить этой всей системе. И поэтому мне приходилось там выходить на улицу, растираться снегом, мерзнуть, чтобы мое тело было холодным. Элементы костюма, элементы предметов, их феном нагревали, чтобы они были, чтобы они были черные или наоборот. Короче, там в инверсии дело. Чтобы мы вдруг не сливались на фоне предметов. То есть мы должны были разных быть температур. И мы тратили кучу времени, чтобы за этим следить. Перед каждым дублем. Ты идешь, вот так вот бегаешь, заходишь в кадр, не дрожишь и делаешь. Это же премьер делал? Да. И премьер «Газпром и медиа». Будет ли он выпускать сериал с тобой в главную роль? Я не знаю, во-первых. Во-первых, важный нюанс. Мне кажется, что я ничего не говорю на самом деле такого, чтобы вообще было против России или российского кематографа или российской культуры. По сути… Ты говоришь против начальства «Газпром и медиа». Ну пошли они нахер. Реально. Я считаю, что искусство им не принадлежит. Это все рано или поздно выйдет. Я не так сильно, честно говоря, про себя это переживаю. Они не обладают культурой, нашими традициями и разными вещами, которые связаны с нашей ментальностью. Они и не обладают. Они думают, что они не обладают. Но они дают деньги, скажут тебе. Эти деньги, ну они же… Это не деньги какого-то олигарха, который где-то их украл или заработал. Это деньги, которые мы себе платили сами. Из них собирается какая-то казна, насколько я понимаю. И это дается на одно, другое или третье кино. И я говорю, что это кино хорошее. Я точно знаю, что это кино хорошее. И мы там просто положили свои просто жизни, здоровье. И сейчас как Дюжев я звучу. Я жизнь свою. Меня Молочников предупреждал, он говорил, типа, ты когда будешь там с Юрой разговаривать, ты главное вот это, как Дюжев, не говори. Потому что, как бы, ну ты иногда бываешь самовлюбленно, звучишь, Саша, но как бы, пожалуйста, последи за этим. В итоге я это сделал. Все это. Мы там жизнь свою положили, за деньги «Газпрома». Нет, я, короче, не переживаю. Я думаю, все это выйдет рано или поздно. Я очень, я прошу прощения, если это повредит каким-то из моих проектов, но, ребята, это все, как бы, не так важно. Это все не так важно. Короче, да, там пришла Тина Канделаки. Понятно, что она там, ей все это не понравилось. То ли мое участие. Ну, по-моему, даже не мое участие ей не понравилось. Там не понравилось то, что я, что это мрачно все. Поэтому я не знаю сейчас судьбу этого проекта. Возможно, какой-то другой продакшен выпустим. Посмотрим. Какие у тебя планы? Что ты собираешься делать дальше? Как бы я уже упоминал фильм «Into the Wild». Я чувствую себя так. Я хотел бы тебе сказать, что там все круто, я все спланировал. Я все планирую, но вот не то чтобы это все железобетонно. Все меняется, и я не чувствую, что это плохо. Я чувствую, что, ну вот, Саша, прими прямо сейчас, что планы будут меняться постоянно. Ты, главное, не забывай, типа, ради чего все это происходит. Я вот стараюсь не забывать. Я понимаю, что там мы все чего-то лишились в России, там, что мы там в киноиндустрии, там, многие уехавшие. Но мы как бы на самом деле этого не лишились. Во-первых, это не так страшно, что мы это решились на фоне войны и прочего. Во-вторых, мы этого не лишились. Никто не отберет ничего. Я, из-за моего имущества у меня в России было только БМВ моя и все, которую успешно разбили. Разбыли? Да, да, да. Я дал просто Саше Молочникову проехаться там и так далее. Он ее разбил. Ну, так бывает, она очень мощная была, 326 лошадей. Но он не был бы хим. Нет, нет, Саша не пьет вообще. Все честно, я бы и сам тоже мог так же бы ее разбить. Просто колея была, его закрутило. В принципе, там, ну, не его практически вина была, просто он попал в колею неудачно. И как бы Саша таким образом меня освободил от какой-то головной боли в России и какого-либо имущества. А ничего другого у меня никогда... У тебя не было квартиры? Никогда в жизни. У меня не было ни одного, там, как это называется, вклады, займы, кредиты. Ничего никогда. Не потому, что я такой, я там против путинской системы, все дела. Я жил, как жил. Просто я внутренне, каждый раз, когда кто-то мне говорил, ты должен там, может быть, квартиру взять, что-то куда-то, деньги вложить, я понимал, а зачем? Ну, как бы, я чувствую, что это вообще неправильно где-то что-то, куда-то вкладывать. Я, честно говоря, и в Англии не хочу ничего никуда вкладывать. Поэтому все мое имущество, это во всех смыслах, это только мои фильмы. И все, там книжечки с моими песнями. У тебя есть на что уехать? Ну, это уже очень скоро закончится. То есть у тебя была некая подушка? Ну да, на которой ты сейчас живешь? Да, именно так. да, я... Насколько, по тем прикидкам, ее хватит? Я думаю, еще месяца на два. Два? Да. Я еще раз говорю, я не... Прости, а на что ты тратил деньги? Ты один из... У тебя был год, когда ты снялся то ли в 10, то ли в 12 фильмах. Окей. Ну это сейчас разговор как с Юрой Борисовым. Я тебе скажу то же самое. У меня есть какая-то идеальная моя ставка, во-первых, которая дорос только в последние годы. То есть и дорос ей... Ну смотри, ты начинаешь сниматься, если ты хочешь сниматься в хорошем авторском кино, которое может быть международным, как я всегда ставил себе задачи, то ты будь добр соглашаться иногда и за ноль денег сниматься. Это понятно. Я очень долго соглашался на это. Я понимаю, как-то устроена, да. Нет, более того, я фильмов 15 первых снимался практически, вот просто ни за что. А потом твоя ставка растет, потому что эти фильмы выходят и так далее. И официально агент уже говорит, а он столько-то стоит. И ты каждый раз приходишь, и все это Юра тебе рассказывал, это чистая правда. И у тебя разговор такой, ну вот Саша, значит, мы как бы не можем себе позволить тебя. Мы возьмем вот Васю. И либо мы должны взять тебя, у тебя будет вот такая вот ставка, а мы вот все будем сидеть там вот так вот на травке и вот будем типа снимать на худшую камеру. Ну как бы надо быть идиотом, чтобы сказать, да, конечно, давайте мою ставку и сидите там на траве и снимайте на худшую камеру. Ну конечно никогда. В чем смысл тогда этого кино? Я говорю, если были дети или какая-то ситуация сложная, я не знаю, как бы я говорил, но я считаю себя в абсолютно свободном положении, у меня нет детей и у меня тут все нормально со всеми моими членами семьи. Поэтому, да, я чувствую абсолютно обязанным себя сниматься за там меньшие деньги, если этого требует творчество. И я этого делал слишком много, поэтому накоплений у меня никаких не было даже на начало войны. Я ни на что их практически не тратил. Ну в основном когда летал куда-то, потому что, знаешь, я, честно говоря, даже гитару не купил до сих пор ту, которую хотел, потому что когда мне было там, когда я в МХТ работал, получал там 50 тысяч рублей в месяц или 60, я думал, вот типа Fender стоил тогда Fender Stata Castro или Telecaster стоил типа 70 тысяч рублей. Это был, я думал, ну через пару лет, когда я это накоплю. И потом, когда у меня эти были деньги, у меня осталось вот это вот чувство советское, привитое, ну, нам родителями очень плохое, что я думал, я не могу, я не могу, сейчас не время, сейчас вот, я не могу, я до сих пор ее не купил, чтобы ты понимал. И сейчас уже тоже, в принципе, не очень могу. Через два месяца деньги закончатся. Но, поверь, меня это совершенно не пугает, и я что-то придумаю. Я буду сниматься в кино, я буду выпускать альбомы с своей группой, я спокойно буду работать где-то на других каких-то работах. Меня все это только, как это называется, вдохновляет. Ну, а представь, что ты не найдешь, как заработать. Насколько вероятно, что через шесть месяцев ты попросишься назад? После твоего интервью вряд ли смогу, наверное, туда приехать. А если покаяться, попросят? Покаяться, имеешь в виду, типа... Я заблуждался, я зря выбрал сторону Украины, Путин не так плох, все неоднозначно. Ну, серьезно? Ну, как бы, конечно, как это можно сейчас обсуждать? Серьезно? Нет, никогда этого не будет, никогда. После участия в «Тварях» у тебя появилось больше предложение по международным фильмам? Это, так сказать, увеличило мою... как это называется? Как по-русски это сказать? Ну, короче, мою кредитную какую-то историю, мою репутацию. То есть, это на самом деле важный такой феномен западный, насколько я это сейчас понимаю, как мне объясняли, что, по сути, это не принесло мне тысячи проб в какие-то фильмы. Пробы у меня как шли, так и идут, в принципе, в таком же порядке. Ну, чуть-чуть больше. Но главное, что поменялось, это то, что при утверждении в какой-либо проект, когда ты доходишь до шорт-листа, например, четыре актера осталось. Вот этот непонятный украинско-русский актер, какой-то американский, английский, еще какой-то, у меня есть некое маленькое непреимущество, но доказательство, что мне, типа, можно доверять, что я не психопат, который сожжет площадку. Хотя, ну, понимаешь, это так работает. Большая студия, Warner Bros. с тобой работала много-много месяцев. Все хорошо, все довольны, вышел фильм, ты в нем, ты в трейлере, ты на афише. И это, ну, короче, да, они просто очень все, особенно большие студии, они все очень сильно боятся, ну, взять кого-то, кто потом просто будет создавать кучу проблем, именно плохих проблем, не творческих. И когда ты уже работал в таком проекте, это значит, что ты прошел некую школу, потому что это действительно школа, это очень... Но это конвертировалось уже в то, что у тебя там есть подтвержденные роли на французский, итальянский, английский, американский фильм? На данный прям момент я нахожусь в процессе проб в один проект, то есть я там в шорт-листе из трех актеров. Это английский или американский? Это в Нью-Йорке съемки. Вот. Очень классно. И ничего, конечно, не могу, к сожалению, про нее говорить, но вот сейчас уже ничего от меня не зависит, то есть я много месяцев пробовался, так, сяк. Теперь они просто, вот у них на столе три фотографии, вот сейчас они думают. Так, в принципе, всегда выглядит этот процесс. Это главная роль? Это одна из главных ролей, да. На английском языке? На английском языке, да. Но как бы шансы, ну, 33%. То есть, может быть, это будет, будет замечательно, значит, я не два месяца, а там пять или шесть проживу. Не будет, но значит не будет, значит, будет что-то другое. Роль второстепенная в таком фильме, как «Фантастические твари» и главная роль в коммерческом кино в России. Что приносит тебе больше? Коммерческое кино, ну, вот, к сожалению, я дорос до своей хорошей ставки, началась война, поэтому я не могу это протестировать и посчитать, сколько бы я сейчас заработал. Но если бы, допустим, я сейчас снимался, я получил бы, да, больше гораздо в России. А хорошая ставка – это 300 тысяч в съемочный день? Моя? Да. Моя сейчас, ну, как бы сейчас, ну, да. 250 – это вот моя официальная, типа, вот так, такой мой агент требует. Ну, вы сбрасываете, если процесс интересен. Да, иногда очень сильно, да, но это, как бы, кайф. Кто-то посмотрит это интервью и скажет, ну, понятно, почему ты решил высказаться против войны, поддержать Украину, потому что ты всегда грезил международной карьерой, и сейчас, как, там, видимо, неглупый парень, ты понял, что если ты сейчас останешься с России как с государством, то на твоей карьере международной ставится крест. Что ты скажешь на такое мнение? Да, да, я много про это думал, и, как бы, тут я глубоко убежден, что, к сожалению или к счастью, это все, на самом деле, не очень сильно влияет на, ну, может быть, сейчас, там, этот год или второй год это повлияет, но дальше, я думаю, будут сниматься за границей где угодно актеры, которые, ну, чуть-чуть даже поддерживали. Я думаю, что такое может быть. В принципе, я не думаю, что это интервью что-то меняет в моей западной карьере. Во-первых, потому что, в принципе, ну, главное, как ты играешь. Если только ты, конечно, не топишь за войну, за Путина и за просто бомбежку Украины, ну, мы обсуждаем как бы крайности, вот эти все степени, степени молчания, ну, градации, да, молчания, или чуть-чуть высказался, или чуть меньше высказался, или чуть больше, это не имеет значения, я думаю, для мирового кинематографа. Главное, чтобы ты просто не был маньяком, который, типа, поддерживает войну. Это больше имеет значение, наверное, для какой-то, ну, типа, типа совести, и это вообще имеет значение для Украины и России, для этих территорий. И, честно говоря, все, что я здесь говорю, я думаю, что и, ну, с украинской стороны куча претензий вполне может быть. Если бы мне, я реально это делал ради западной карьеры, я бы, наверное, сейчас, как бы, восхвалял Украину, безумно желал бы, там, поражения и смерти всем русским или что-то такое. Я наговорил тебе на то, чтобы быть предметом хейта с обеих сторон. Меня реально совершенно не волнует, честно говоря, бумажки, паспорта, отношения каких-то людей. Я не говорил целый год, чтобы сказать один раз. Я действительно говорю это для своей совести. Какие бы сложности потом не возникли, я знаю, что это, как бы, намного меньшее зло, эти сложности, чем твоя тяжелая совесть, которая будет разрушать, разрушать, разрушать тебя, и потом неизвестно, во что ты превратишься. Западная карьера. Ты говоришь, западная карьера. Она у меня может не сложиться еще просто, потому что я могу просто быть недостаточно талантливым актером, могу сдуться, могу еще что-то и так далее, и так далее. Поэтому, ты знаешь, я могу сейчас просто ходить с украинским флагом на лице и кричать, что я всю жизнь был только украинцем, и во мне нет ни капли русской крови. От этого роли не появится. Просто ни одной. Скорее просто они уйдут еще быстрее. Поэтому сейчас вопрос про то, что ну вот просто как бы херни не делай, зла не делай никакого, а дальше уже все будет от твоего таланта и от твоей энергии зависеть. А что бы с твоей совестью было, если бы ты остался в России и молчал? Не изигровал бы в дружниках, а просто молчал бы и продолжал хоть в чем-то сниматься? Опять же, как я уже сказал, если бы я не мог уехать, не мог. Да. Это одно. Я бы пережил это каким-то образом. Все бы было с моей совестью нормально, если бы я реально не мог. Вопрос в том, что это как, я не знаю, образно говоря, ты сидишь в какой-то клетке, и тебя бьют током каждый раз, когда ты говоришь какое-то не то слово. Ты же рано или поздно это слово, ну, подсознательно перестанешь говорить, за которое тебя бьют током. Вот. Будешь молчать. А потом, может быть, случайно начнешь еще говорить те слова, которые надо, чтобы тебя, ну, что-то тебе хорошее сделали. Вот я не хочу себя поставить в такое положение, забочишься себе, конечно, в первую очередь, о своей психике, о том, чтобы сохранить себя хорошим человеком. Если я бы лично остался, наверное, да, я бы постепенно начал бы просто сходить с ума. Если, но я думаю, что все изменится, честно говоря, в России, и верю, и надеюсь в это. Но если бы вдруг это никогда не поменялось, я 10 лет бы провел в состоянии, что надо делать вид, что ничего не происходит, и все хорошо, и делать кино, то я не знаю, что со мной бы было. Может быть, я бы стал, ну, поддерживать бы Путина, например. Это потому, что такие химические процессы от подавленности. Ну, что происходило в Советском Союзе с людьми? Не все же они сидели такие 40 лет, и через 40 лет, там, допустим, развалился Советский Союз, и они такие, ну, ну, теперь я могу говорить то, что я думаю. Это же остается навсегда, это твой мозг просто медленно умирает. Я не хочу свою единственную жизнь провести, ставя себя в положение, где мой мозг будет гнить из-за того, что какая-то система, какие-то люди, которые почему-то решили, что они могут рассказывать мне кого любить, кого не любить, на кого нападать, кто друг, какой бог и так далее, чтобы эти люди влияли на мою жизнь, на мою психику. Ни в коем случае я ценю свою жизнь. Ты допускаешь, что никогда больше не вернешься в Россию? Да, да, абсолютно допускаю. Это очень грустная мысль, потому что очень многих людей я там люблю, и не все они уедут. Да, допускаю, такое может быть. Я особенно сейчас сижу с тобой, говорю, понимая, сколько всего наговорил, и допускаю прямо сейчас. Ты допускаешь, что больше никогда не вернешься в Украину? Такое может быть, конечно, если вдруг там радикалы украинские, что плохо. Все радикалы, это плохо, абсолютно все. Просто они сейчас имеют право быть радикальными, абсолютно. Если они там начнут что-то типа, ну вот ты, отмена там, все дела, никогда больше. Такое может быть. И это будет, конечно, тоже очень грустно. Но я тоже это допускаю. А если такого не случится, и как бы Украина поймет, что я как бы не враг, то, конечно, я с удовольствием туда буду приезжать. Но я не буду там жить. Я не буду сейчас кричать, что типа я хочу обратно. Я уехал из Украины сознательно. Я уехал туда, где была киноиндустрия. Если бы она была в Кыргызстане, я бы уехал в Кыргызстан. Я бездомный абсолютно. Я в плане родины я абсолютный бомж. Я им хочу оставаться до конца. Потому что я считаю, что вот эти ментально-эмоциональные связи, которые ты сам вырабатываешь, и потом как футбольный фанат начинаешь сам себя заводить и говорить, мы лучше, я люблю свою страну, я за нее буду там умирать. А вот рано или поздно ты придешь к какому-то виду нацизма и так далее. Поэтому я, в принципе, для себя лично выбираю не привязываться ни к одной стране, чтобы сохранить свою просто светлую какую-то голову. Но не все люди, которые привязывают себя к одной стране, не сохраняют светлую голову? Нет, не все. Но в целом, если мы говорим уже про такие теории, кто-то может тебе рассказывать про буддийские теории, какие-то еще. Вот моя теория. Я совершенно не жду, что мир будет делать что-то такое или вообще, что я не хочу никого ни в чем убеждать. Но я думаю, что в принципе любое большинство государственностей прямо сейчас на планете они очень неаккуратно обращаются с психикой людей и вот случайно или намеренно создают вот это ощущение футбольного поля, которое потом периодически выливается в какие-то плохие вещи. Я считаю, что очень важно нам в любом государстве, в любой стране, это лично мое мнение, очень много сил тратить на то, чтобы постоянно подчеркивать, ребята, ваша страна замечательная, это все, это ваш язык, все дела. Вот эти чуваки ровно такие же, они вообще ничем не хуже. Что бы они ни делали, они ничем не хуже. Если они делают что-то плохое, то это конкретная группа плохих людей это делает, это не вот эти чуваки, все плохие. Вот. И мне кажется, совершенно недостаточно сил тратиться на систематическое объяснение это людям, что мы все одинаковые абсолютно. Тебе в этом году 31? Да. Что ты должен сделать до 40, чтобы сказать, что все хорошо? Я должен сыграть у тайки в «Айтити» в «Звездных войнах» главную роль обязательно, никакую другую. Иначе я использую эту возможность на что-то неважное. Я не знаю, только снимает он сейчас или нет, но я хотел бы у него, если он будет снимать, обязательно должен у него сыграть. Поработать с Дэмином Шазелом, который «Ла-ла-ленд» снимал. Снять свой фильм. Сейчас я забыл сказать тоже, буду снимать свой «Короткий метр» в Англии. Снять свой фильм. Нет, наверное, снять три своих фильма. До 40? Три своих фильма снять. Три. Полностью так, как я хочу их снять. Без компрометов. Не для того, чтобы снять потом какой-то фильм, а снять именно тот фильм, который я должен снять. Выпустить пять альбомов, играть на разогреве у Мьюз, сыграть на разогреве у Мьюз, а однажды сыграть вместе с Мьюз, так, чтобы им было по кайфу играть нашу музыку тоже. Знать много языков. Знать много языков, иметь много друзей в разных странах, иметь двух детей и... Ну, хватит до 40. Так структурировано? Да, а как по-другому? Это если не будешь структурировать, то тебе будет прилетать типа что попало тогда от вселенной. Вселенная такая... Я это... Вот у меня сидит диск есть с GTA. Хочешь? Я такой, нет-нет, я хочу у тайки в IT-те играть. Она такая, а, окей, тогда у тайки в IT-те. А если ты будешь такой... Ну, я не знаю, тогда тебе... Ну, вот тебе сахарная вата. Так куча классного внезапно. Да, но когда... Нет, смотри. Одно дело, когда ты точно знаешь, что ты хочешь, прям структурируешь, и тебе приходит не то. Это классно. Ты должен благодарно, скорее всего, так понимаю, это принять и как бы кайфануть о том, что, ну вот, значит, так должно сейчас быть. А если ты просто такой, ну, я не знаю, мне типа 40, я до сих пор не знаю, кем я хочу быть, я не понимаю, я люблю, не люблю вот это вот, то тебе и вселенная будет как эта утка в «Доктре Дулитли» с Робертом Дауни-младшим, когда он операцию белочки делал, которую ранил охотник. Ты не помнишь эту сцену? Это единственное, что я туда помню. Он типа спасает белку, она на хирургическом столе лежит, умирает, и он такой, скальпель, скальпель, или зажим, я не помню, что там. И там утка была, которая помогала ему, и она такая... и она ему газету даёт. Он такой, «Нет, нет, скальпель, скальпель!» И она такая, «Сельдерей?» Он такой, «Блядь, я говорю, скальпель, ты можешь мне дать или нет?» И она такая, » «Железку какую-то ему даёт. Он говорит, «Я прошу скальпель, камон. Ты понимаешь? Скальпель». И она такая, «А, сельдерей?» И она ему дала всё равно сельдерей. Это вот так тебе будет вселенная давать, если ты не будешь знать, что ты хочешь. У тебя будет сельдерей и газета тогда. Как этот ответ много про тебя говорит. Он, конечно, показывает в том числе, почему ты любишь так технологичное кино. Ну то есть, чтобы там батальные сцены, лошадь, мечи или драки, наоборот, там постановочные, ну, яркие. Вот. И при этом про твою концепцию жизни говорит. Если не все или вообще ничего из этого списка не сбудется к сорока, как ты думаешь, ты сможешь быть счастлив? Я думаю, что нет. Но потому что все это обязательно должно сбыться, если я буду честным с собой. Я буду несчастлив, потому что это не сбылось. Это будет означать, что я не был собой. Я не сделал то, что мне дано. Все, что я хочу, это мне дано уже. Все, что каждый человек хочет, я так считаю, ему это уже дано. Просто там есть куча препятствий на пути, куча зажимов, страхов и так далее. Если ты не пробился, это значит, ты просто не пробился туда. Это будет означать, что я проиграл сам себе. Что-то из этого может произойти по-другому. Но если вообще ничего не будет, и я буду не тем человеком, которым я хотел стать, вообще, то есть совершенно не тем. Я буду несчастлив именно потому, что проиграл совершенно очевидный бой самому себе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok